Моё разочарование в софте. Новинки ECMAScript 2018. В игровой индустрии тоже всё плохо. В игровой индустрии тоже погнали. Понимаешь, в чём дело самое главное? Вот я в прошлом подкасте говорил, что я пью и я нацелен пить много. И больше скажу я, кроме того, что я нацелен пить, я нацелен ещё ходить в уборную. Ну, как в антракте. В этот раз я скажу, что я усилился ещё сильнее. Я не только пью, но я и ем. Причём ем именно чипсы, именно плохую еду, чтобы ещё быстрее убивать себя, так скажем. В общем, ты скотиниваешься, как и должно быть. И поэтому ты ждёшь двухсотого. В двухсотом ты себе коньяк поставишь просто уже и всё. В двухсотый, да, это будет всё. Это финал будет просто. Но. Потому что тут есть сотка, а есть двухсотка. Поэтому вот у нас двухсотка. Вообще, знаешь, я на самом деле не об этом, а на самом деле о том, что наши пользователи, хотел сказать, наши юзеры, наши слушатели, дорогие зрители, могут тоже скотиниваться вместе с нами. То есть не бегать на пробежках, как они. У нас же сейчас такие, знаешь, фитнес-чуваки бегают там, качаются. Все с Apple Watch'ами, у всех там. Причём, кстати, в нашем чатике реально двое чуваков меряются по Apple Watch'у активностью. И они каждую неделю пытаются перегнать друг друга по количеству именно физической активности в неделю. Так что ты вообще-то в точку, да. Я хотел сказать, что то, что они там руками делают, как бы это не считается активностью, ну да ладно. В общем, я к тому, что... А сейчас я именно приближаюсь к нашим другим слушателям и зрителям, которые, наоборот, сидят с пузом спокойненько, пивко. Это не пропаганда, естественно, не злоупотребляйте, так скажем. Не пропаганда пуза. Да, не пропаганда пуза абсолютно. А пропаганда хорошего проведения времени вместе с нашим подкастом. Ты просто, Никита, будь ещё ко мне поближе и убавь себя. За время нашего перерыва какой-то... Я на минимум уже сделал звук, и я всё равно глохну. Именно глохну. Ты имеешь в виду, я ору? Ты прям именно... Просто тупо ты очень громко. То есть ты не зашкаливаешь, а ты просто громкий. Давай так. Вот так я как сейчас буду? Сейчас вообще круто. Приятный. Давай, всё. Хорошо. Первая тема. Да, да. Не, надо представиться. Вообще-то мой проект UwebDesign, подкаст называется «Суровый веб». С вами уже 182-й или первый? Первый или нулевой? 182-й... Нет, нулевой был. 181-й выпуск. На часах у нас уже... 16 октября 2018 года. Время пол-одиннадцатого по Челябинску. Сегодня свежие, сильные. Мы хотели сегодня в 9 записывать, но как бы вот пол-одиннадцатого, да. Бывает такое. Но это уже прогресс по сравнению с... Обычно, когда мы в час начинаем, да. И причём мы призываем слушателей быть ближе к нам, а сейчас мы сами ближе к слушателю, потому что стопудово они все дедлайны сами срывают. И как бы вот мы, да, ближе к ним. Ну всё, давай, первая тема. Собрались сегодня у нас, не знаю чё, просто сегодня классный подкаст. Настраивайтесь все на наши волны. Да, первая тема это Google Plus R.I.P. Вот есть V.I.P. Это Very Important Person. А есть R.I.P. Very Important Person. Потому что пацаны из Google Plus сказали всё. We are shutting down Google Plus for consumers. Google Plus, если угодно. Нашим американским слушателям и зрителям. И самое главное, знаешь чё, такое чувство в shutting down, что просто глава Google Plus, там какой-нибудь фамилия у него будет, какой-нибудь Плюсов, Николай Плюсов, например. Он такой берёт, берёт на своём MacBook, да, каком-нибудь Pro, например. Ну, какого-нибудь 2012 года, ему денег немного платят. Он, по-моему, на Chromebook должен быть, да, на Chromebook 10-го года. На Chromebook 10-го года. Потому что это последний год, когда их выпускали. Да, денег мало платит Google Plus, сами знаете, shutting down. И он просто берёт, терминал запускает и пишет Google Plus, судо Google Plus, shutting down. Shutdown минус R, да, ещё? Я не помню. R это релот, по-моему. Всё, да. Он перезагружает просто, и потом он бутится не с операционки Google Plus, а всё-таки с, я не знаю. Apple MacBook всё-таки 2012 года. Да, 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 да. Ну и, короче, кроме того, что shutting down, оказывается, всё очень грустно было в последнее время. Около только 10% сеансов вообще в Google Plus, как в социальной сети, длились более 5 секунд. Примерно как мои половые акты, так сказать. Вот я только хотел сказать, какие-то цифры знакомые. Цифры знакомые, абсолютно. Значит, кроме этого, кроме этого, у вас есть немного совсем времени, 10 месяцев. Кто-то ещё будет 10 месяцев сохранять свои данные. Ну, после половых актов примерно так и будет. Ну, 10 месяцев это передержаны немного. Ну, как бы, в общем-то, а Google перестраховались просто. Ну, да, переношены, в общем, Google Plus. Короче, да, переезжайте на другие платформы, если всё ещё пользуетесь Google Plus. Хотя, говорят, бизнесменская была социальная сеть. Помню, мы там тоже чуть-чуть постили, там даже что-то у нас кто-то там что-то лайкал. Будем ли мы с тобой переезжать на другую платформу? Давай так, я сегодня, когда эту новость увидел, я в буфере снял галочку «постить в Google Plus». Зачем вот эти 10 месяцев сохранять там вот это всё? Будем переезжать, оставим всё только на Фейсбуке, Твиттере, ВК и Телеграме. Все ссылки, кстати, в описании. Ты имеешь в виду все те 10% сеансов, которые были, длились больше пяти секунд, после того, как ты галочка снял, всё? Я тоже так думаю, потому что, ну, кто ещё? Кто ещё эти люди святые, которые заходили вот в этот, вот этот, как это, кадавр, как по-русски? Это живой труп просто, который вот, ну... Я им, кстати, это предрекал, когда они на новый дизайн сменили. Я им, кстати, предрекал, когда они её начали общаться. Я согласен, да, да. Ты более пророческий, как я оказался, чем я. Но я просто, реально, когда остался новый дизайн, это, мне кажется, вбило последний гвоздь в крышку. В крышку Google Plus, потому что, ну, это, ну, камон. Такая блевочная штука. Знаешь, что даже не помогло этой крышке? Даже то, что они внедрили его в YouTube, это Google Plus абсолютно обязательный. Вот это тоже, это вот какая-то некрофилия. Я бы на них в суд подал за то, что они внедрили его в YouTube, или YouTube в него внедрили. Ну, там непонятно, там непонятно, кто кого внедрял, но на самом деле ещё масло в огонь подлило. А какие я фразы использую? Как на радио. Масло в огонь подлило то, что они там дыру в безопасности пропустили очень сильную. Там же можно было, оказывается, с 2015 года по 2018, три года подряд была дыра, что приложения, которые там обращаются к Google Plus или что-то такое, короче, они могли полностью все личные данные пользователя, включая имейлы, даты рождения, всю инфу, которая не публичная, внутри Google Plus, типа она никому не отображается, приложения могли доступаться до этой инфы и просто собирать её спокойненько. Ты просто представь, что там, в общем-то, практически у тебя зеркало Google. Ну, то есть, я имею в виду самая инфа. Конечно, это страшно, это страшно. И вроде как Google Plus, в смысле, ну, пацаны, естественно, сразу говорят, да не-не-не, мы там всё посмотрели, вроде никто ничего не делал за три года. Никто из десяти процентов не пострадал. Никто не пострадал из тех, кто больше пяти секунд заходили, да. Ну, видимо, страдать некому, поэтому, собственно, я, мне интересно, мне интересно послушать наших слушателей. Кто-то жалеет вообще, кто-то оплакивает. Пришёл ли кто-то в чёрной такой хреновине на голове, чтобы почтить память? Вуаль, ты имеешь в виду? Ну да, да, вот. Ну или хотя бы просто в чёрном смокинге, да. Тут как бы, я думаю, нет, я не присоединяюсь к нему. Слушай, теперь новый костюм на Хэллоуин, это костюм Google Plus иконки на себя надеть, типа мёд, типа труп. Ну да, да, согласен. Причём это достаточно актуально, будет уже через пару недель. Да. Вот, и я бы тебя хотел попросить ещё тебя убавить, потому что я не могу просто жить. Я уже один наушник открыл, чтобы хотя бы мне звуки природы, а я на природе, кстати, звуки комнаты хоть чуть-чуть сглаживали. Вот сейчас как, сейчас как. Ну. Ещё сильнее. Нет, нет, сейчас уже прям я даже тебя прибавил. Но лучше так, лучше я буду контролировать это всё. Я бы понял, да. Знаешь, никто не знает, а примочка, так называемая, по которой мы связываемся с тобой сейчас через микрофон, съездила к тебе и стала громкой до Тала. На самом деле просто выкручена. Мы ещё на стриме её выкрутили. Ну, да-да-да. Ну, слушай, лучше так, чем никак. Так бы стрим вообще не состоялся. Спасибо, примочки. Её надо тоже нарядить, надо будет потом. Я тебе больше скажу, у нас бы подкаст не состоялся. Так что, знаешь. Ну, кстати, да, да. Ты-то же тоже. Я, если честно, когда ты мне говорил вот это на стриме, типа, блин, Саня, давай, надо её отсоединить стопудово два провода. Я думаю, а чё Никита суетится? На хрен она вообще сдалась? Потом понял, что я под угрозу многомиллиардный проект поставил. Наш подкаст в тот момент, когда подумал эту фразу. Google+, практически. Не, это плохая примета. Не надо. Наш подкаст в Google+, не надо одевать. Это нет. Короче, а Google+, либо хорошо, либо никак, они на самом деле мне на сайтах клиентов наших, ещё наших с тобой, они регулярно мне присылают обзор, что в этом месяце вас посмотрело столько-то там человек. 10%. А, ну да-да. Не, я просто что-то думал, это Google Бизнес или что-то такое. Ну, мне кажется, это всё. Вот Google Бизнес — это члены Google+, именно на конечности, так скажем. Google Бизнес, Google Организации, Google всякое говно. Я не знаю, насколько они там всё-всё шатят down for consumers. Члены они шатят? Вот да. Ладно, всё, идём дальше. FBI у нас предлагает темку, а я напомню... Мне интересно, это настоящее федеральное агентство нам темки даёт. Ну, слушай, если учесть, что даже в GTA-шке, когда там типа пародия на FBI — это FIB, а здесь у нас реальный FBI всё-таки, я думаю, настоящее... Ну, как будто даже в GTA-шке меняют. У нас-то тут же... Ты имеешь в виду, что нам позвонят именно в телефон просто где-нибудь на улице и скажут, типа... Скажут, извините, сэры. Да-да-да. Напомню, что у нас на Сайтецком можно нам оставлять темки. Здесь уже готова тема для... Вы тем... Простите за тавтологию. Но мы, кстати, с Никитой её всегда так и называем «Темка для тем». То есть у нас тавтология. Мы, да. Тавтология — это второе слово, второе название нашего подкаста. Так вот, 182-я темка для тем уже представлена. Здесь в сайт-баре она есть. Можете зарегистрироваться, можете зайти под собой, если вдруг вы уже наш человек, так скажем. А мы посмотрим, что нам FBI принёс покушать ещё 6 октября. 10 дней назад. У нас, кстати, да, у нас был небольшой перерыв в подкастинге. Ну, короче, один подкаст не вышел. Извините, мы сегодня наверстываем прям. Видите, мы прям рано начали. И поздно кончим, да. Санс Фаргетика. Шрифт, который позволяет немного лучше запоминать прочитанное. Статья с Хабра. И на самом деле этот автор, который на Хабре её написал, Маркс. Он, во-первых, он же Энгельс. По бреду. Во-вторых, он с Гиг Таймс. Я просто помню. Считай, мы сейчас Гиг Таймс с тобой смотрим. То есть он не тот, который Капитал написал, а он всего лишь с Гиг Таймса. Он, ну, слушай, мне кажется, Гиг Таймс почётнее, чем Капутал. Капутал. Капитал порой бывает. Поэтому тут да. Короче говоря, шрифт Санс Фаргетика, я скажу не вот этим языком, который здесь на Хабре, здесь какие-то лирика. Есть университет RMIT. Я понятия не имею, откуда он, из какого там... Ну, хотя мы вместе с вами сейчас это и выясним. Я вот лошара не подготовился. Я вот всё подготовил, а вот что такое RMIT, не узнал. Но, судя по всему, австралийский университет, потому что у него домен еду точка, точка еду точка ау. Украинский? Почти, да. Ну, реально, RMIT Australia. Как же он расшифровывается-то? Ну, какой-нибудь русский математический институт технологий. Да. Я думаю, так и есть. Ну, какой-нибудь научно-исследовательский, короче, институт, которым надо было что-то придумать, что-то сделать. У них студенты в рамках своей курсовой работы, или дипломной, выпустили такой шрифт. Он бесплатный, он доступен как downloadable, то есть загрузочный файл, и как расширение для хрома. Сразу скажу, что доступен только для English, для Latin characters. Ты имеешь только латиниц. Ну, Latin, теги вот эти знаменитые. Только для них, да, доступен. И почему? Потому что тут реально перерисованы все буквы. И суть в чём? Санс Фаргетика, это на самом деле не просто совпадение, это шутка. Это шрифт, который не позволяет забывать. Так, сейчас смотри, останавливаем подкаст с тобой. Никуда это. Звук пластинки вот это надо подставить. Никуда. Никуда. Абсолютно с тобой это не выкладываем. Значит, делаем на русском то же самое, зарабатываем миллионы, и всё. Как тебе? Рабочая схема. Я прям даже считаю, что это то, чем слева... Канал даже на Ютьюбе закроем. Только один ролик выпустим рекламный нашей Забывчиваки какой-нибудь. Так мы этот шрифт назовём Забывчивака. Забывчиваки? Нет, ну мы можем, ладно, давай так, для быстрого обогащения, для быстрого, делаем израильский такой же. Хотя он так и выглядит примерно, как вот сейчас. Это просто их алфавит, да, получился. Так вот, короче говоря, без обид, чуваки, если есть среди вас обидчивые. То, что среди вас есть такие, мы знаем, а то, что из них обидчивых, я думаю, нет, вы же всё-таки адекватные пацаны и девчонки. Короче, здесь суть в том, что в рамках самих буковок убраны некоторые части, и в общем мозг как бы за тебя дорисовывает, чё там, но ты не можешь читать между строк на таком шрифте, потому что у тебя мозг зацепляется за эти буквы, пытается их раскодировать, тратит на одну миллисекунду там, на каждую букву больше, но это не позволяет им это делать в фоновом режиме, читать между строк, потому что ну здесь как бы надо задумываться. И из-за этого этот шрифт на самом деле по, ну они провели исследование, хотя я вот вспоминаю, как мы в институте проводили исследование, практики всякие проходили. Может, так же? Думаю, думаю так же серьёзно. Собирали фокус-группы, там вот это всё. Короче, они собирали действительно фокус-группы, и по их замерам на 7% больше запоминается с таким шрифтом, потому что ты более вдумчиво читаешь. Ну вот, то есть вот, ну на самом деле идея действительно прикольная. То есть если именно так вот посудить, то всё... Ну, когда ты начал только это говорить, я посмотрел на картинку, сразу понял, о чём, в принципе, речь будет. Но, но, не будет ли это, ой, не знаю, ну просто мешать жить тебе, если ты будешь так читать? Конечно будет. То есть тебе мозг будет всячески говорить, нет, поставь Erial, поставь Proximum Нову. Это всё классно, но, вдруг, если через неделю такого чтения ты снова сможешь, даже при таком раскладе, всё читать между строк, опять же. Ну вот это, это чуваки обсуждали в комментариях, то есть ты как-то прям в корень зришь. Так. Они то же самое обсуждали, что здесь, так скажем, как к наркотикам происходит это, как же, толерантность, толерантность развивается. То есть уже нужно другой дозняк немного, чтобы дальше запоминать. Вот. И, ну они предложили... То есть просто белый будет лист, белый лист, и уже всё понятно. Они предложили, ну да, во-первых, смешно, во-вторых, они предложили использовать технологию variable fonts для того, чтобы вот эти письки убирать из буквок в разных местах каждый раз. То есть вот есть условная буква H, и у неё вот эту переднюю клюшку убирают. То есть, ну как бы передний член буквы H. Так, сегодня что-то всё про члены. Ну я специально, да. А в следующий раз задний член убрать. И таким образом всё равно будет и там, и там угадываться H, но вот этих комбинаций их будет настолько большое количество, что вот всё время будут эти заветные там 7% в среднем достигаться по дополнительному запоминанию. Достаточно прикольно, прикольно. И единственное, я пробовал, да, то есть если зайти именно... Вот сама ссылка здесь на хабре, которая ведёт на RMIT, она ведёт на Ньюс, и там этой новости уже нет. Как будто, знаешь, они уже застремались этого. Я думал, как будто они уже хоп и русский готовят, чтобы пока не палиться. Ну, может быть, даже и так. Но, короче говоря, по факту они сделали даже отдельный сайт, то есть если его гуглануть, есть sansforgetica.com, сейчас я точно скажу, я его в Яндекс.Браузере смотрю, потому что у меня там друг настроил какую-то штуку, я точно не знаю, как она работает, но вот он у меня только там открывался, сейчас везде. И вот я пишу test phrase prize, и он на полном серьёзе мне её здесь пишет этим шрифтом, и то есть, ну, вы видите, что если я напишу потом следом на кириллице тестовая фраза, то у меня там полная гельветика, потому что не поддерживается русский по-прежнему, вот, но download it for free, можно прям зипничек, прям тупо вот эта гигантская кнопка, которая по центру, она на зипник ведёт, хорошо хоть не на экзешник. Ну да, на маке было бы удобно, экзешник. Удобнее всего, да. Есть install chrome extension, это, кстати, одна из причин, которые я это в Яндекс.Браузере открыл, потому что там chrome extensions работают из крапки. ну и естественно, можно stay updated, то есть они на полном серьёзе предлагают нам следить за этим проектом, потому что чуваки, видимо, еще только на втором курсе, и до пятого курса им тоже надо будет какую-то лапшу на уши вешать людям. И да, мне, кстати, буква E, она просто три павочки, она мне напоминает знаменитые три письки, которые на твоей как раз звуковой карте не надо запускать логотип ему компании. В общем, вот так, достаточно однострочно получилось, но это даже и неплохо, это прикольно, потому что, ну как бы это такое, это просто прикольчик, и вообще сама идея классная, мне кажется, если реально работать в этом направлении, то да, потому что здесь прям, ну много кто говорит, что там, если курить неферментированный табак, то вот как только ты его курнул, у тебя сосуды сужаются, давление увеличивается, и тебя это будто ботонизирует, ну то есть на самом деле в маленьких количествах действительно это так, то есть там одна сигарета в день в тот момент, когда ты именно вжариваешь, она может быть и дает какой-то эффект. Здесь в статье написано про ноотропы, то есть всякий глицин, фенотропил и прочая шляпа, которая, я до сих пор не уверен, действует она или нет, просто все люди, которые его жрут, они очень сильно доказывают, что он действует, но на них посмотришь, и как бы вот вроде бы не действует, либо действует, или наоборот. Да, вот ты, Никита, что про ноотропы знаешь? Ты сто пуду очень знаешь. Честно говоря, ни хрена не знаю, и ну я как бы стараюсь не прибегать к стимулирующим, даже к энергетикам особо, то есть чтобы вот так реально взять, то есть мне кажется, что вот без таких дополнительных каких-то помощей надо находить все силы, чтобы сесть и хреначить. А если не находишь, то значит и пустое это все, и не надо здесь хреначить, на самом деле. То значит надо просто финотропила, как бы. Ну, может быть так, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу ноотропов, мне реально это интересно, и вообще по поводу всей этой заварушки, а мы пойдем дальше. А мы идем к тем пацанам, которым и не нужны ноотропы, потому что это китайцы, которые использовали микрочип, чтобы контролировать американский компьютер. Темка нам есть оригинальная, предложена она Амавелем самим. Небольшая, говорит, статья от Bloomberg буквально одной строкой. Сторой про китайские закладки, интересное расследование, шокирующие факты. Я, к сожалению, к сожалению, к сожалению, банана, банан, тьфу, да везде тут банан, к сожалению, Балина Амавеля, я не читал оригинальную статью на Bloomberg, потому что мне была лень, я открыл там охренеть, че, такой вот это в натуре небольшая статья, и, короче, перешел сразу на Хабр. На Хабре классно, три абзаца, вот это я люблю, четыре. Пишут, что оказывается, оказывается. Там на Bloomberg, извини, я быстро, кратко скажу, они убирают с печатной платы все, ну, как бы, на что должно быть, и показывают, насколько этот чип микро. Чтобы ты понимал, он размером с один контактик, ну, там, один любой контактик. Ну, здесь есть фотография, например, рядом с центом, это цент, здесь есть прям вот приведено именно... Подожди, вот на Хабре, где единственная вот эта фотка? Вот на Bloomberg, а, не-не-не, ты на Bloomberg зайди. Ну да, на пальце есть. Не, хрен с ним с пальцем, ты ниже вскаралируй. У меня палец, на грифеле. Ты еще ниже давай, там есть с монет. Ну, что ж такое, тебе монетки, там просто очень хорошо понятно. Ну ладно, ладно. То есть пальцы ты имеешь в виду разные, грифели разные, а монеточка, она одна, да? Монеточка, она одна. Ты еще не доскролил все, вообще-то? Ты на Blumber? Я доскролил, просто, ну, я как-то боюсь сильно. Ну все, да, я пень, пень. Боюсь сильно, а что ты там боишься? Короче, вдруг меня тоже китайцы взломают, если я быстро буду эту статью читать. Суть в том, что некая компания, Elemental Technologies, которые купили их Amazon, Amazon в 2015 году, они, оказывается, попали под амазоновскую разборку, как под питерскую, точнее, под амазоновскую проверку. Amazon предложила, точнее, не предложила, она специально натравила своих там аутсорсных каких-то чуваков, которые полностью проверят, что там творится в Elemental Technologies. Мы же как бы их купили, надо посмотреть, что там. И, короче, они поняли, что какая-то там внутри Elemental Technologies, видимо, состояла еще Supermicro-компания, которая... Просто Supermicro это крупная компания, она серверным оборудованием занимается. То есть, прям вот большие энтерпрайзовые сервера, они там HP-шные, и вот Supermicro в том числе, ну, это крупный игрок рынка. Да-да, я к тому, что, кроме того, что Supermicro крупный игрок рынка, еще и Elemental Technologies, это чуваки, которые делали для ЦРУ там, дроны, ну, точнее, помогало ЦРУ получать изображение дронов компании. Технологии были интересны Amazon в рамках безопасного облака, создаваемого компанией для своих правительственных клиентов. Короче говоря, они занимались не просто, знаешь, типа, не знаю, делали для домофонов ключи, да? Я просто, у меня лежат ключи на столе, я поэтому говорю для домофонов. Или флешки, да? У меня вот флешки лежат на столе, я тоже о них подумал, да. Вот, или геймпады, да, например, или вибра, ладно, все. Короче, но суть в том, что, суть в том, что нет, они делали серьезные вещи и начали их проверять, а оказывается, они там наделали, короче, материнок, видимо, видимо материнок. Ну да, материнский план на которые, на которые, короче, встроена маленькая-маленькая такая писька, которая можно издалека, издалека подключиться на эту маленькую письку и делать вещи различные. Вот, причем это просто, знаешь, вот физически, то есть это, знаешь, типа не софтверный такой вирус, да, и не какой-то там этот чернобыльский вирус, а реально просто железка вмонтирована в плату и нормально, абсолютно нормально. Мне просто интересно теперь, ну, наверное, это на Бламберг надо мне прочитать, хотя не Бламберг, а Блумберг, правильно, что ты меня прочитаешь. Я уже просто это, ты меня вбил в голову, ты мне микрочип, походу, поставил. Чип поставил. Так вот, он куда именно впаян? Он там на шине PCI Express перехватывает все дерьмо или как вообще? Просто, ну, там 6 контактов там всего, судя по картинке. Что можно вообще с 6 контактов сделать? Там ни памяти, ни хрена. Я бы хотел прям, ну, мне интересно технически, надо бы посмотреть. Вот. Ну, ты пока попробуй сказать, что это вообще значит для нас, для мира. Ну, компьютер с зараженными платами находится в пользовании таких структур, как Департамент обороны США, ЦРУ, на карамлях МВС США. Кроме того, такие платы используют около 30 крупных корпораций США, включая Apple Inc. Вот. Агентство Bloomberg также напоминает, что в Китае, а просто напоминает нам, что в Китае производится более 70% современных смартфонов и 90% современных компьютеров. Такое чувство, что в Bloomberg нам хотят сказать, что, ну, слушайте, 90% современных компьютеров точно есть такие говночипы, ну, типа, они что там только в своем Китае не вмонтируют. Какая-то как будто заказная статья против Китая, знаешь, и против китайских технологий. Тем не менее, но от этого никуда не идти, не уйти. В Китае все делается, поэтому, это как я недавно читал, что вот просто покупаешь условно в каком-нибудь Ашане несколько разных товаров. Вот условно мыло, там, не знаю, полотенце, разные товары, и, не знаю, ершик опять же. Абсолютно разная технология производства товаров, да? Но, но, там везде увидишь один и тот же город китайский, какой-нибудь Гуанчжоу, извините, простите меня за мой китайский. И мне интересно, это один большой город, фабрика, или что, как там это происходит? Нет, это хаб, хаб, через который Китай торгует с внешним миром. То есть, как бы, я, опять же, мне рассказывали люди определенного толка, что там именно, это как Гонконг, там, во-первых, таможенная, такая зона, что пошлина, короче, ниже, поэтому все торгуют через него, но по факту производства разрозненные по самому Китаю, но, опять же, чтобы ты понимал, север Китая, это не пикник, там примерно как Сибирь, то есть, там и нет ничего, то есть, все производства все равно сконцентрированы на юго-востоке, но, как бы, они не все в Гуанчжоу, просто через, там просто и не Гуанчжоу, насколько я помню, Гуанчжоу уже известный, да-да-да, не, ну, Гуанчжоу я вот сейчас набрал, и там Лас-Вегас, вот, честно говоря, там все светится, свистит, там у них все уже, Гонконг веди вообще охренеешь, там Лос-Анджелес полный, причем, возможно, даже и лучше, да я согласен, что лучше, знаешь, как бы, тут даже, как будто у тебя супермикровская плата сейчас лежит, и ты перед ней там это, говоришь, что да я у кого же самый лучший, в общем, самый лучший, во-первых, я прочитал в Блумберге, и там написано, что этот чип, он в операционке прям говорит, что типа, это, чувак, все нормально, можно принимать модификации, от кого я сказал, и этот чип может контактировать с компьютерами, которые контролируются атакующими, и просто тупо код от них загружать, короче, это чип, который говорит операционке, все нормально, чувак, все это, это классно, это хардварный код, его можно выполнять без каких-либо там предостережений и прочего говна, ну, во-первых, хорошо, что ты есть, так сказать, и можешь прочитать на Блумберге, а во-вторых, как ты считаешь, как ты считаешь? До конца будем Блумбергом назвать, я понял, так, во-вторых, может ли быть, что в Челябинске хоть один чувак есть такой материнкой, встроенный, есть у нас в поликлинике супермикровский сервак, а с учетом того, что супермикро делает материнки не только для своих серваков, но и для других, как бы, я думаю, в Челябинске дохрена таких компаний, и как бы, да, это, конечно, тебе не ВВС США, но тоже в помощи серьезные игроки, да, особенно наша вот седьмая поликлиника, это тот еще серьезный игрок на политической арене, поэтому, ну, реально, эта хрень прям вот, она грустная, это не очень, типа, не очень, а, кстати, по поводу Гуанчжоу, маленькая ремарочка, вот мало кто знает, почему вообще Челябинск является столицей нашей области? Давайте, детки, садитесь на коленочки, вам сейчас Сашка расскажет. Вообще-то, когда город зародился еще, он был намного меньше, например, чем Троицк, Троицк, это у нас тут под Челябинском город, но судьбу Челябинска предрекло то, что они, этот, магистраль Сибирскую железную дорогу провожили через Челябинск, то есть, тупо как бы здесь было удобнее по, там, геологическим моментам через Челябинск ее проложить, а все, то есть, из-за того, что все оторвалось, говля была по железной дороге в тот момент, 200 лет назад, все троицкие, а в Троицке уже были практически олигархи, то есть, там были очень богатые купцы, которые занимались, там, тоже чаем всяким, которые из Индии возили, там, из Китая и так далее, они все переехали в Челябинск, и как бы, на самом деле, если в Троицк приехать, там много тоже усадьб всяких сохранилось, там, 100-200 лет недавности, вот, и они, естественно, весь центр Челябинска, вот эти все старые дома, это на самом деле дома троицких купцов, потому что они переехали, сразу отгрохали себе здесь дома, наверное, в высших домах троицких купцов в Троицке уже, наверное, закладки лежат, скорее всего. Ну, может быть, да, я думаю, там за ними не следят, но у нас в основном следят, так вот, и я к чему это вспомнил, так к тому, что чай, у нас здесь очень много чая развесочных, именно фабрик было, почему? Потому что чуваки, короче, прочухали, что по тогдашнему законодательству выгоднее было ввозить не сырой чай, на него большая пошлина была, потому что это комодити, это практически как нефть, а именно пачки чая, и поэтому все фасовалось здесь, типа на границе, на таможне, и отправлялось уже дальше, и на этом экономилось очень до хрена денег, поэтому у нас здесь там, вообще Челябинск в какой-то момент был центром, чай развесочным центром России, вообще, то есть вот, однако, кстати, фабрика до сих пор сохранилась, вот так же и Гуанчжоу, короче говоря, там туда все переехали, зарегистрировались там юридически, и как бы еще и в офшоры там все уводят в тот момент, и все. Ну, я надеюсь, что он примерно Гуанчжоу хотя бы чуть-чуть приближается по крупности к Челябинску. Ну, слушай, мы еще срать и срать, так скажем, на Челябинске, если откровенно. Ну, как бы, я думаю, шансы у них в принципе есть, особенно после такого скандала, если сейчас они пол Челябинска отрубят просто, супермикровскую половину, то они имеют все шансы тоже стать чей-разведочной столицей России. Короче, ну, скорее всего, России, да, и станут, боюсь, через несколько лет. В общем, спасибо большое, тем не менее, Балину Амавелю за Блайнберговскую статью. Мы посмотрели те. Это было круто. Далее. Продолжаем вот этот блок корпораций зла, так скажем. В этот раз в центре нашего внимания. Я продолжаю твою традицию говорить с журналистскими штампами. Теперь у нас под прицелом находится Эппл. Обратили наши взоры к Эппл, ты имеешь в виду? Да, да, именно. Весы склонились в сторону Эппл, маятник. Качнулся. Качнулся, да. Эппл блокирует возможность независимого ремонта новых моделей MacBook. Во-первых, здесь вирусная реклама Burger King. Вижу, вижу. Какого хрена? Это опять Битс, ладно, хоть с Эппл связан. Но Burger King как с Эппл связан? Никак. Я думаю, что Маркс, он не зря у нас редактор Хаббар-Хаббар теперь из Geek Times. Чуть-чуть он продавливает интересы своих... В общем, суть в чем? Суть в том, что вообще есть такая тема, называется «Право на ремонт». Это движение, естественно, в Америке, как водится, не у нас, о том, что чуваки борются с корпорациями за право на ремонт для того, чтобы не было со стороны крупных компаний ужиманий прав людей на то, чтобы... Просто я шарю, я хочу сам себе отремонтировать ноутбук. А вот ни хрена подобного. Новый MacBook, начиная с 2018 года, если вы что-то меняете там, то он окирпичивается по дефолту, и чтобы его раскирпичить, нужно прогнать утилитой сервис Toolkit в версии 2. Это важно почему-то. Видимо, первый сервис Toolkit, он бесплатно распространялся, а вторая версия теперь только в авторизованных сервис-центрах. И ты не можешь раскирпичить свой ноутбук, даже если ты просто экран в нем поменял, например. Ну, как бы не то, что просто экран, наверное. Я понял. А если ты такой уже крутой чувак, шарящий дохрена, и что-нибудь там поменял у себя в MacBook, опять же, ты там раскрутил, на iFixity все по инструкции сделал, если ты уже такой крутой, вдруг ты каким-то образом зайдешь на какие-нибудь трекеры, например, ну или твой друг зайдет, установит какую-нибудь там виртуальную машину, из-под которой будет запускаться запускаться Toolkit и ты сам себе сервисный центр. Слушай, хороший вопрос. Кроме того, что нужен сервис Toolkit, нужно еще доступ по VPN к серверам сервиса Toolkit. И там для авторизации пароль и логин эпловский, но не от iCloud, а именно технический эпловский пароль. То есть, допустим, даже... Так, продолжаем. ...творованные ключи. Ну, слушай, тут уж ничего. Как бы, ну реально. Если ты уже опоил уколами Я думаю, что в Куанчжоу там хоть так и есть. Просто здесь это дело даже не в том, что это станет вообще невозможным. Если ты, допустим, сотрудник авторизованного сервисного центра Apple и выпиваешь в пивной с другими мужчинами, ты можешь им, в общем-то, и слить свои ключи, и, возможно, этого даже никто и не заметит. Вопрос лишь в том, что гигантское количество неавторизованных сервисных центров Apple, которых даже у нас в столице чайразвесочной России достаточно дохрена, их количество резко поуменьшится, и они... Их, точнее... Спектр их услуг сузится до устаревших устройств. Я хотел сказать, никуда не денется вот это поменяй мне экран на пятерку. Это никуда не денется. Ну, конечно, это да. Или там на iPod Touch первого поколения. Это стопудово еще будет жить, конечно, но вот уже с топовыми продуктами придется топать таки в японскую электронику и говна хавать. Ну, или в Гуанчжоу. Ну, да, или, как вариант, туда. Тут, кстати, есть прям даже ну, как бы, картинки, то есть уже кто-то опоил уколами сотрудников сервисного центра авторизованного. Здесь есть скрины, что диагностическая консоль есть не только на Mac, но и на iPad, например. Бишут. И, кстати, еще нужно локальный сервак. Local Netboot Server. Для того, чтобы уже отремонтированное. Ну, это понятно, что да, что можно по тебе на трекерах найти. Я как бы сам не знаю, что такое трекеры, я от друга своего слышал. Наверняка там есть какие-то там сборки, подсборки, подспорки и так далее. Но не знаю, как бы усложняется это все. Мне вот интересно, здесь я вот у всех комментарии смотрел, а тут не смотрел. Ты хочешь посмотреть, о чем говорят мужчины? Ну, там мужчины говорят о том, что при Джобсе такого не было, про то, что MacBook 2015 все-таки лучший. Ну, я могу представить, почему он лучше, потому что там хотя бы SSD-шку все еще можно поменять на 15-м. И там SSD-шки все еще PCI-Express 4 линии по шине, то есть можно прям вжарить 3 500 мегабит в секунду скорость. Вот да, мог бы быть с 2015-го, это классно. После него SSD-шки стали уже распаянные на матке прям, и там уже ничего нельзя поменять. Поэтому... Как ты думаешь, как ты думаешь, почему они, то есть Apple, ввели такое правило вот сейчас? Ну, слушай, я думаю, они просто зарабатывают денег. Они могут себе позволить так сказать, и их не будет, как у Tesla. Сразу на 20% акции упадут, никто не будет покупать там и так далее, после того, как Илон Маск там что-нибудь уже опростался где-то. Нет, это будет схавано, пиплом, так скажем. И пиплу будет всунуто еще дальше, еще глубже. Ну, а если добрую какую-то версию, позитивную, плюсы? Не вижу никаких. Плюсы, только стакан Burger King'а на столе. Просто, ну, других я не вижу здесь, реально. Ну, вот, в общем, а ты как думаешь? Давай, попробуй выдавить себе плюс. Я могу плюс выдавить, ну, такой, ну, типа, часто люди раскурочивают свои маки, не знают, что с ними делать, обращаются по гарантии, а специалисты потом, из-за того, что те раскурочили, тем более, не могут ничего починить. Ну, допустим. сомнительно, потому что тот, кто будет раскурочивать, он, скорее всего, уже не пойдет никуда далеко, ну, то есть, как бы, тут, знаешь, такое, сомнительная, в общем, очень идея. Я просто посмотрел, ну, давай, давай, давай. С другой стороны, это же все по гарантии, по идее. Ну, тут написано, да, что у тех, у кого гарантия уже вышла, вот они уже поедят говна и выложат кругленькую сумму. Понятно. Кругленькая сумма, в общем, будет выложена. Я посмотрел сейчас по скриншоту, вот здесь, где стакан-то стоит, на макбуке, во-первых, стоит Creative Cloud, во-вторых, стоит утилита Max Fan Control, которая и у меня тоже, для смотреть, сколько там оборотов вентилятора, сколько градусов проц, вот, и еще две неопознанные какие-то хреновины, какая-то маленькая буква R, R, и какой-то поднос для суши. Такой, как в бизнес-ланче японском. Не знаю, что это за иконки, напишите в комментариях, интересно, правда, будет узнать. Кстати, около битцов, это что, Aston Martin или Bentley? Это какой-нибудь Buick. Вот есть такое Buick? Buick. Уже, знаешь, есть вот такое слово, я его сейчас не выдумал. Короче, были какие-то такие тачки, возможно, я вру, они такие были кругленькие, и на них еще гонялись в гоночках. Возможно, ты... Да, просто вот в Skyfall у Джеймса Бонда был такой Aston Martin, это оригинальный там 60-х каких-то годов, вот, но я и Bentley подобные тоже видал, поэтому, не знаю. Но с учетом того, что здесь номер, скорее всего, все-таки гонялись по тебе. Гонялись, гонялись. Ну, тогда Buick, я понимаю, вариантов нет, да. Идем дальше. Идем дальше, снова про Google. У нас вот то Apple, то Google, знаешь, у нас именно вот Бэтмен против Спайдер-Мена, только не так плохо, как фильм. Значит, Анатолий прокомментировал, Анатолий прокомментировал, написал длинный нам, лонгрид. Я, я только на Блайнберг такое читаю, длинные лонгриды, но допустим, сейчас Анатолий написал, я прочитаю все-таки. Сначала кидает ссылку, браузер Google Chrome скоро перестанет работать на 32 миллионов Android-устройств. И это так звучит страшно, как будто они вот из сети вырубят эти Android-устройства и все. Все, Google Chrome не станет работать. Тут немного Анатолий расшифровывает тему, а на самом деле, по сути, рассказывает про нее, потому что практически одной строкой. Прекращается поддержка браузера для Android 4.1-4.3 Jelly Bean. Минимальные требования поднимутся до Android 4.4 KitKat. Очевидно, в этом частично виноваты разработчики приложений для маркета, которые клепают софт с ориентиром под пятую версию минимально. Новый софт всегда требует отладки, а поддерживать целый зоопарк версии довольно накладно. Это он копирует абсолютно статью с Хобота, если честно. Но мне непонятно, почему... Он еще немножечко тоже штампов использует, потому что поддерживает целый зоопарк, это да. Почему браузерный движок может не смочь рендерить веб-страницы? Верстальщики все равно парятся с отладкой под браузер, говорит Анатолий. Его он негодует. Почему? Интересно, оставить старые версии браузера из сторонного репозитория можно будет? Опять же, он продолжает негодовать, видимо у него старая LG-шка такая, знаешь, 2005 года. Там еще Android 3.1. Интересно, оставить старые версии, это я прочитал. Вспомним, пару лет назад была отменена поддержка приложений YouTube на смарт-телевизор Samsung. YouTube просто перестал работать, виджет просто сам исчез в один день, несмотря на то, что обновление прошивки смарт-хаба и система была отключена, восклицательная знака. Я тогда еще удивился. Анатолий, то есть, удивляется еще таким вещам. Поэтому, если браузер Chrome сам исчезнет из установленных приложений, это уже не будет казаться магией. Похожие инструменты обратной связи и ликвидации закладываются в ядро задолго до последнего релиза. Но вы все сами поняли. На Хоботе, значит, какая тема, которую он приложил Анатолий нам ссылочку. Вся та же самая тема. Пацаны, уже все забили на старые андроиды, соответственно, Google Chrome тоже забил. Я просто что хочу сразу сказать. Пацаны, это кто, сторонние разработчики? Сторонние, да, сторонние разработчики. Которые тоже зоопарк версии не поддерживают. Они все, все, с пятого поддерживают и балдеж. Хотя, на самом деле, хорошим тоном является поддерживать хотя бы на 4.4, я вам скажу. Вот хорошим тоном. Я именно поэтому, да, тебе и эту тему и определил вместе с бухгалтерией нашей. Потому что ты прям вот знаешь. Да, но, но, пятый андроид это уже достаточно низкая система, скажем так. А пятый андроид, чтобы вы понимали, это примерно как iOS 10.3.3. Последняя iOS, которая устанавливается на пятый iOS. Вот примерно такой уже андроид 5 и уже плохо. Уже старо. Но 4.4 все равно хороший тон. Классно поддерживать 4.4. Там еще можно жить в ней. Вот реально можно жить. Суть-то в чем? Суть-то в том, что еще кроме этого, многие ленинцы, кроме того, что андроид поддерживают. Представь себе, какие были телефоны, когда был андроид 4.4, вообще четвертый андроид. Там были супермаленькие письки. И тебе, чтобы какое-нибудь условное приложение Сбербанк, условное, я не буду грешить, у них тут, скорее всего, все хорошо сделано. Условный Сбербанк, сверстать под маленькую хреновинку, ну, и чтобы там все хорошо работало. Ты новую фичу релизишь в Сбербанке, а посмотри, чтобы на 4.4, на старых андроидах все еще влезало в маленькие экранчики, да еще и на старом андроиде, на, в общем, ну, если реально вот не влазить никак, что надо делать? Нужно уменьшить каким-то образом, ну, как бы что-то убрать лишнее или как вообще поступить? Или на 2 экрана разбить? Там, скорее всего, ты как поверстки в браузере то же самое делаешь. Ты можешь 2 варианта сделать. Можешь, короче, сделать просто реально именно на этом андроиде, ну, для такой-то версии андроида сделать просто шрифт меньше условно где-то, там что-то там элемент меньше сделать условно, прям проверку. Если это, то показывать то-то. Либо реально урезать, но это прям, мне кажется, bad practice вообще досвидос. Ну, подожди, а если, то есть не показывать, это не урезать считается? Это что-то, ну, как бы... Не-не-не, уменьшать в смысле элементы. Уменьшать элементы... Все, я понял, уменьшать элементы. Да-да, то есть как бы уменьшать шрифт, уменьшать там, не знаю, что у вас там. То есть там и так маленькая писька, еще сделаешь, чтобы она еще в нее и пальцы не попала. Конечно, конечно, еще есть телефоны LG, где там суперплохой тачскрин, но в общем, ты понимаешь. Там, где счастливился, надо было тыкать на резервированном экране. Из-за этого гугл хромцы и говорят, все, все, хватит, 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 мы поддерживать не будем. Но это же не значит, что они отрубят. Просто Анатолий, он немного, знаешь, такое чувство, что он теории заговора использует, и он как будто сейчас, вот сейчас если поддержка выключается, все, не работает ничего. Просто я именно поэтому эту тему к нам сейчас сюда и подстегнул, потому что она продолжает вот эту тему, что корпорации зла, вот это все. Да, да, да. Не, это значит всего лишь то, что может что-то происходить с ним плохое. Вот новые фичи, опять же, релизнули в хроме. Но, во-первых, ты там не обновишься до нового хрома на этих 4.4, он тебе скажет до свидосик. Вот, а во-вторых, короче, ты скорее всего, ну, ну, упадет у тебя там, один раз хром вылетит он там у тебя, один раз в день, я имею в виду, или один раз в час. Ну, ничего, ну, как бы ты сам уже на LG сидишь. Это, ну, к сожалению, это, конечно, плохо так говорить, но, тем не менее, ну, телефон старый. Просто, а вдруг там пострадают всякие штуки, типа, именно синхронизации, там, закладок и прочего через Google-учетку. Ты знаешь, там, Google-учетка теперь через какой-нибудь новый протокол аутентификации идет, и именно он не поддерживается в новом хроме, и именно функционал по синхронизации будет недоступен, а это там одна из вообще вещей, которые, по которым используют именно Google-хром. Ну, хотя Google-хром это дефолтный браузер в андроиде, поэтому там его все используют. Ну, как бы я не знаю. На самом деле, в старых андроидах есть дефолтный браузер. Просто браузер. Синенький, да-да-да, я помню, я помню. Вот, поэтому там хром тоже, ну, такой, как бы, он супер дополнительное ПО, вот пользуйся на LG-шке все-таки встроенным браузером. Ну, это вообще на самом деле отвратительная, конечно, экспириенция, если честно. Я не знаю, как вообще люди это делают. Ну, подожди, а вот по поводу, я хотел еще развить вот эту тему, что виджет просто пропал. Как вот это заложить вообще в коде было, чтобы именно виджет пропал? Ну, хотя заложить стопудово легко. Ты дергаешь опиху, если опиха не дергается, он просто пропадает, и все. Это как бы, она не дергается, потому что чуваки на беке потушили вообще эту ноду. Да-да-да, то есть именно слэш API, слэш версия 2.0 же нет, только 3.0 же отвечает, потому что как бы актуальная седьмая, и как бы вот, ну, по тебе пять версий подряд поддерживают, а вот уже шестую отключили. Мне просто интересно, я помню, когда они, вот это приложение YouTube, они его на iOS же тоже отключили, и на iOS 3, прости господи, 3.3.3, по-моему, или там 3.2.3, я точно не помню, который последний на iPod Touch и на iPhone 3G, на iPod Touch первого поколения. Мне просто интересно, там YouTube, сам телек пропал, или ты в него заходишь, и он пишет ошибку, я вот это не помню. Ну, это сейчас никто не вспомнит. Ну, я вообще помню твой экспириенс, когда заходишь на какой-нибудь старый iOS-устройство, типа на, не знаю, на iPhone первый, на iPod первый. И понимаешь, что там вообще и Twitter по-другому выглядит, там страшно. ну, опять же, все приложки не работают, а именно мобильный Twitter, вот Twitter еще работает, потому что у него PWA, Progressive Web Application, и он нормально, он помещается в оперу. Там просто суть в том, что там оперы, типа там 60 метров, ну, я вот, я не помню сколько, ну, как-то очень мало, и там большинство сайтов крашатся, потому что они в оперу не помещаются. То есть, ну, не большинство, а 95 процентов. Естественно, никакой Apple музыки, iTunes Match там нет, поэтому, чтобы на нем слушать музыку, ее надо реально скачивать на телефон. Короче, я вот просто помню, ты мне недавно кинул, я не помню, в подкасте ты был, там, на стриме, или просто ты мне это сказал, что, типа Саня, с тебя там сутки экспириенс именно первого iPod Touch, потому что он у меня лежит, как бы мне это ничего не стоит сделать, и я просто думаю, что я 98 процентов вещей просто не смогу на нем сделать вообще, потому что все уже, из-за 64 метров оперативки уже недоступно ничего. Я думаю, я с iPod mini, который у меня тоже есть, и то больше экспириенса словлю, чем с этим iPod Touch. Потому что на iPod mini хотя бы змейка будет работать, а тут-то уже нет. Да, да. Опять же, хорошо это или плохо, то, что все перестает работать, мы поговорим еще в теме. У нас будет одна тема про это. А у нас будет одна тема про это, да? Ну ладно. Я тоже... А, да, там же у нас... У нас дальше, на самом деле, еще много классного. Я тоже похоронил наш подкаст, я думал, что уже все. А нет. Закопал уже. Так, но сейчас у нас зубодробительная разработка, а перед зубодробительной разработкой я всегда хотел бы напомнить, что ваши все зубодробительные разработки будут работать на нашем суперхостинге, а это не наш, к сожалению, но на хостинге наших партнеров Smart Tape. uwebdesign.ru slash smart tape. Переходите по реферальной ссылке, смотрите на все предложения. Предложения просто mind-blowing. Shared-хостинг, VPS-ки. Они такие дешевые, что просто рябит в глазах от того, насколько вообще там дешево. В том числе, они наконец-то предоставили возможность VPS-ки на NVMe SSD-шках использовать. Это как раз те, которые в прошках 2014-2015 года, которые в PCI Express вставляются. То есть, скорость записи до 2000 мегабит в секунду. Это только записи. На чтение, на самом деле, еще в два раза. Ну, не в два, там, 3500 где-то на чтение. И это просто космос. Интернет-канал 200 мегабит в секунду. Можно себе 16 ядер поставить, 32 гига оперы и SSD-шки NVMe-шные на 200 гигов. Это всего-то 7 косарей в месяц. Вы попробуйте, она, чтобы вы такое сами себе сделали, вы не отобьете ее за жизнь вообще. А здесь можно арендовать всего там за говно. Причем, есть тестовый период на 10 дней. Чуваки, я просто не представляю. Я когда увидел, а я увидел, я знал, я сейчас не то, что открыл и охренел. Нет, я знаю, что у них есть NVMe-шки теперь. И наши клиенты перекресток Альфа-банк у SmartApe. И вот я жду, когда ее веб-дизайн появится в этой карусельке, потому что мы по-прежнему клиенты SmartApe. У нас все, вся инфраструктура на них. И я считаю, что дешевле вы не найдете. Особенно с учетом того, что тут даже два айпишника вам выделяют. Не один, как обычно, на ВПСках, на такие виртуалки, а целых два. Это уже, я вам скажу, уровень. Можно даже винду поставить на них. Я понимаю, что как бы вряд ли вы это будете делать, но возможность есть, и как бы глупо было бы ей не пользоваться. Шутка, конечно. отлично. В общем, uwebdesign.ru slash smartape, попробуйте услуги наших партнеров, вы и нас в том числе заставите приулыбнуться, потому что, блин, каждый день, когда кто-то переходит на SmartApe, не убивают где-то одного котика. Ну, то есть, просто в SmartApe так заведено, если новый клиент приходит, то они пропускают день, и на этот день не убивают котика. Короче, следующая тема у нас про нововведение ECMAScript 2018, естественно, и сайт FlavioCopes, это Илья Филида Чукова. Он мне почему-то без дружественного VPN, и без заработка. Да, мне тоже, мне друг сказал просто чужать, я вот в Яндекс.Браузере из Нидерландов открываю эту статью, видимо, Навальный хостится на том же IP-шнике, что и FlavioCopes, ну, как бы других объяснений этому нет, он как раз вышел недавно. Так вот, что же нам готовит ES 2018 also known as aka ES9, также ES9 называется. 2018 ECMAScript. Да, там какой-нибудь олимпийский привет, это ECMAScript 2018. Чё, ну, давай, чё там? Короче, сразу к фичам, к фичам перейдём, потому что, ну, чё, все знаете, что ECMAScript во-первых, да, ну, их правда немного, как можно, можно каждый год выдавать целых там плеяду фич? Я правильно употребил слово плеяда или нет? Эй, потреблять, чё хочешь? Как мне батя сказал, потреблять, чё хочешь, сын? Вот, да. Короче говоря, мы уже говорили о вот этом spread operator и rest operator это когда через многоточие мы оставшиеся элементы массива можем использовать, либо для деструктуризации, то есть, если у нас есть массив numbers, допустим, из пяти элементов 1, 2, 3, 4, 5, и мы переопределяем переменные first, second и others как часть numbers и у нас переменные first будет 1, second 2, а others это будет тоже массив из трёх элементов 3, 4, 5. Ну и также мы можем spread elements использовать как, соответственно, присваивание, ну, короче, как передачу в атрибут функции, например, a, b, c, d, e и сам метод он складывает всё дерьмо, которое в него передают, если мы передаём в него именно spread элемент массива, он просто всё сложит в нём и всё. И это было ещё в ES6, то есть для массивов этот оператор 3 точечки уже давно представлен, как бы многие его используют, радуются, вот, и теперь приготовьте подгузники, потому что в ECMAScript 2018 такой же оператор предоставили для объектов. Я просто дам паузу небольшую для того, чтобы все описались от радости, потому что действительно это mind-blowing. Теперь можно также через деструктуризацию объектов присваивать first, second, others, и others это будет под объект. То есть если у нас это был first, ну, key value объект с 5 пар ключ-значения, соответственно, first, 1, second, 2 и так далее по списку, и мы присваиваем first, second, 3 точки others, то first, second, это будет 1, 2, то есть это не будут под объекты из одного ключ-значения, это будет именно значение 1 и 2 циферки, integer, а others, это останется под объектом. Ну, как бы, вполне понятно, что найти применение такому дерьму очень легко, когда ты из опихи получаешь большой объект, и, например, айгишник, и какой-нибудь еще код, ну, или там название, тебе нужно как отдельные переменные получить, ну, просто, чтобы через dot notation не обращаться к ним по 100 раз, ну, ты всегда их и так кэшировал бы, допустим, first равно там такой-то объект точка first, а здесь ты можешь это через деструктуризацию сделать сразу, и все остальные данные уже получить как под объект others, и уже его использовать реже, чем первый и второй, которые тебе нужны прямо здесь и сейчас и много раз. Соответственно, то же самое со spread operators, если мы в один объект засовываем first, second и others, то мы, причем first, second в данном случае те же, которые были до этого, как, ну, короче говоря, у нас есть значение first и second integer, и когда мы в рамках присваивания пишем first и second, а потом others, то к first и second по ключам first и second, то есть мы передаем по факту название ключей значение из этих же переменных, а others это под объект, мы собираем обратно такой же объект, ну, то есть в обратную сторону может быть менее понятно, может быть я ее менее понятно объяснил, но работает точно так же, то есть мы можем переменную с значением записать в объект, получается, имя переменной у нас будет ключом, а значение переменной соответственно значением, вот, вот так вот, это что касается вот rest spread оператора, три точечки, следующее, это у нас новая конструкция for await of, это, короче говоря, цикл await внутри осинка можно не просто писать несколько await подряд, если они схожи, то это утомляет на самом деле, мы можем использовать конструкцию for await и после этого line of read lines, все лайны залогировать, и причем соответственно из-за того, что внутри осинка мы используем await, они будут по очереди выполняться, мы будем ждать каждый последующий, вот, и то есть, ну, это await их цикле, это, это правда удобно, кстати, точно так же удобно новый метод finally, который добавлен к прототипу promise, несмотря на то, что promise появились до осинков и await, их тоже еще обновляют, ну, во-первых, их как бы удобно иногда использовать в комбинации, почему бы и нет, потому что в любом случае, обращает асинхронную функцию это promise, поэтому как бы тут да, метод finally позволяет выполнить какое-то действие вне зависимости от того, успешно выполнился promise или нет, потому что, как мы знаем, что если promise выполняется успешно, то мы выполняем что-то в методе then, то есть, ну, если promise выполнился, то типа callback является then, ну, то есть, это не callback, а как раз то, что и сделали там в асинхронной, что как выполниться, так сделай, then, а catch выполняется в случае, если не выполнилось, то есть там, ну, или ошибка подхватывается и выводится или что-то еще, так вот, метод finally позволяет выполнить какой-то код после выполнения promise, неважно, было оно успешным или не успешным, то есть, мы его чейним через точечку также после всего, здесь есть пример, мы фечим файл джейсон, после этого, если мы его успешно фечили, мы в объект data переводим все, что в нем лежит через data.json, в кетче, если вдруг по какой-то причине файл джейсон не фечнулся, мы выводим в консоль ошибку, и после этого, неважно, в зависимости от того, что произошло, мы можем finally передать, ну, в данном случае, стрелочную функцию за логирование finished, неважно, как закончился он с ошибкой, либо нет, мы можем вывести после этого как-то finish, то есть, ну, тоже, этому легко найти какое-то применение, независимо от того, там, мы кинули на опиху какой-то запрос, независимо от того, вернулся оттуда с аксесс, там, с информацией или ошибка, в любом случае, какое-то действие нужно выполнить с этим после этого, ну, для логирования это как бы, ну, очевидный вариант, но кроме логирования может быть что-то и другое, то есть, там, запуск последующего вызова именно синхронно после этого, то есть, ну, строго после него, и этот вызов должен быть в любом случае, то есть, как бы, всякое можно сделать, кроме этого, были изменения в механизме обработки регулярок, уже был у нас такой оператор вопросик равно, который говорит, что если вот искомая строка, ну, как бы, после нее идет еще одна строка, ну, в данном случае Roger вопросик равно waters в скобочках, это значит, что он вернет true, если есть слово-сочетание Roger waters, прям, ну, в данном случае через пробел, пробел waters, ну, и оно понятно, то есть, если вместо равно поставить восклицательный знак, то есть, вопросительный-восклицательный знак, то будет наоборот, если нет такой строки, и false, если она есть, так вот, есть новое, этот оператор по-английски называется lookahead, то есть, смотреть вперед, теперь у нас есть lookbehind operator, который делает противоположную хреновину, в данном, в предыдущем случае был вопросик равно, а теперь вопросик меньше равно, то есть, типа стрелочка назад, и он срабатывает как true, если у нас перед waters есть roger, это, на самом деле, тоже иногда нужно и так, и перед этим нужно было, там, хитрые регулярки писать, теперь можно обойтись одним оператором, вопросик меньше равно, и та строка, которую мы проверяем, должна быть перед искомой, обратный эффект дает вопросик меньше восклицательный знак, то есть, ну, восклицательный знак вместо равно, это обратная операция, вот, соответственно, тоже она будет true, если нет такой строки, и false, если она есть. Ты здесь еще, Никит? Да, Просто вдруг ты как-то, просто настолько ты тихо, что я думал, я просто уже сам с собой разговариваю, и дай бог, если у меня хотя бы запись идет. Как же, если записывается, да. Вот, да. После этого возможность через заглавную p и кудрявые скобки, хотя в данном случае это не заглавная p, по ходу дела. А, ну да, маленькая p строчная, это если нам нужен true, и заглавная p, если нужен false, то есть, в данном случае здесь нет восклицательного языка. Я напомню, что slash d это циферки, slash s это любой символ, не пробил, slash w это любой, любая буква или цифра, ну и так далее, это мы знаем, а вот slash p кудрявые скобочки это проверка на юникодное свойство. Причем, у нее есть еще набор дефолтных значений, то есть, если ASCII, то это boolean на true или false, если это ASCII символ. То есть, ABC это true, ABC собака true, а если мы туда и мазив кидываем, то уже false, по понятным причинам. скрипт показывает семейство языков, ASCII hex digit показывает, является ли это валидной ASCII цифрой, именно цифрой, ну причем 16-ричной в случае hex, то есть, ABCD и F тоже вернут true. Ну, разные значения, lowercase, uppercase говорят сами за себя, emoji есть, проверка на emoji в регулярке, представьте себе вообще, это по-моему уже полный 2К 18-й, такое в 2К 17-м просто представить было невозможно, тогда еще люди стеснялись их использовать, а мы-то с Никитой сразу знали в этом подкасте, что за emoji будущее, вот теперь они нашли себя уже в Ekmonscript 2018, так того и гляди, у вас завтра постельное белье будет с emoji, хотя я думаю, что у многих наших слушателей скорее всего такое уже есть. Ну и вот в данном случае на картинке, слушатели, просто представьте, если в P кудрявых скобочках script равно Greek, то вернет true, если мы греческую строку передали, или script равно Latin, опять же, ну, соответствующий тег, о котором я уже говорил. А это что касается регулярок, ну, есть еще named capturing groups, year, month, day, то есть это, если это группа, которую, ну там, через нее мы должны передать slash d и количество цифр. Если количество цифр это валидный год, то тогда, да, если валидный месяц, то тоже, да, ну, то есть это как бы такая регулярка именно для замены. Так, flag s, это что у нас? Это проверка на single line. короче говоря, точка, она мычается с просто символом, потому что точка является символом, но если точку мы вкладываем в регулярку, то уже видно, что это новая строка, и она уже вернет false. Вот такая вот хреновина. Ну, то есть в данном случае он slash n как символ новой строки определяет. не могу себе представить, если честно, в каком сюжете такое парсится дерьмо, но допустим, то есть если есть high welcome, и в качестве точки у нас новая строка, ну, то есть обратный slash n, то false, а если мы делаем slash s, то он вернет все равно true, потому что там есть новая строка. Короче говоря, вот такая вот хрень. Ключевое слово здесь хрень, естественно, но вот такая вещь, как новиночки в промисах, то есть finally, for await of, это тоже, это прям круто, и деструктуризация, не деструктуризация, конечно, а rest spread operator с многоточием именно для объектов, это, конечно, круто. Я сейчас даже прям при вас загуглю ES 2018 node. Мне просто интересно, в какой версии ноды они хотят такое ввести, вот, потому что стопудово это прям новшество-новшество, и даже в 12-й ноде их еще нет, вот, но как бы да. Ну, я пытаюсь сейчас гуглануть, и пока нет. Пишут, что Babel, например, не transpilot, еще пока это в ECMAScript 5 валидный. Поэтому я думаю, что наши зрители и слушатели в комментариях нам напишут, потому что у них будет больше времени это нагуглить, чем у меня сейчас прям во время записи стопудово, как бы это, ну, не будет вам интересно, поэтому я прекращаю это занятие богомерзкое. А вы напишите в комментариях, в какой ноде они планируют это поддерживать, потому что уже хочется быстрее так пописать. Пописать, действительно хочется, потому что много выбито сока уже с самого начала записи подкаста. Что, идем дальше к следующей теме? Ты мне только сначала скажи, какой ты сок пьешь, а потом пойдем дальше. Просто интересно. Хочу ощутить его вкус в рту. Ну, это будет реклама, естественно, ее у нас заказывали, поэтому ты... Это был сценарий, что ты меня спросишь. А какой ты, слушай, пьешь? Я тупо пью добрый персик и яблоко. Теперь еще вкуснее написано. Возможно, это какая-то новая серия. Он в пятерочке сейчас 49 рублей за литр. Опять же. Это и реклама пятерочки тоже была. Ну, слушай, не так круто, как Burger King, но мы растем. Мы растем, я считаю. Мы растем, согласен. Вот. Все еще хуже, чем вы слышали. Бегите. Разработчик Warcraft 3 о работе в игровой индустрии. Прошу заметить, что он разработчик Warcraft 3. Не World of Warcraft, тоже разработчик. Я просто хотел сказать, что он уже давно ничего не разрабатывает. Но нет, все-таки действующий более-менее. Короче, что хочу сказать. Достаточно интересная статья. Не очень объемная. На DTF. Вообще про то, что вот если будет с тобой, если ты решишь пойти в игровую индустрию. Один чувак также спросил абсолютно на сайте Quora, где там вопросы задают постоянно. И ему ответил реально... Просто извини, до сих пор не представляю, как этот сайт существует. Какого хрена вообще? То есть это как ответы mail.ru, только какие-то международные, только технические. Ну да, да. То есть и я не понимаю, почему именно Quora, как они успели это подмутиться. Там еще как-то чуть ли не, пока я не зарегаюсь, я больше двух ответов посмотреть не могу. То есть там еще страшно. Они прям нагибают меня своим сервисом. Я не понимаю, кто им дал право вообще существовать. Не знаю, как они именно выросли вот в такого гиганта, потому что все знают уже Quora. Ну вот хрен знает. Может это какие-нибудь создатели Reddita сделали. С другой стороны, почему на Reddita не задать вопрос? Ну вот именно. То есть на Reddita это как-то более прикольно, что ли? Потому что Quora, ну это капец. Именно капец. Ладно, продолжаем. В общем, Дэвид Фрид, чувак, который действительно делал и Warcraft 3, и World of Warcraft, и в общем работал в Blizzard, в большой компании в игровой, ему отвечает. Краткий ответ. Да, плохо, хуже быть не может. Все так, как вы слышали, даже хуже бегите. Написал он. И казалось бы, вроде сарказм, да? Но потом он разворачивает полностью весь ответ и говорит, что если начнешь работать в игровой индустрии, ну разработчик, например, возьмем разработчик. Хотя на самом деле этот чувак, Дэвид Фрид, он геймдизайнер, но мы возьмем, что геймдизайнер тоже разработчик. Он как бы, условно говоря, разрабатывает геймдизайн. Так что будет? Что будет? С тобой, скорее всего, произойдут вот эти вот как минимум пять вещей, которые перечислил Дэвид Фрид. Во-первых, попадешь под сокращение. Я, кстати, знаю. Это действительно в игровой индустрии можно попасть под сокращение. Но кроме того, что сокращение, вспомни Telltale недавно. Пацаны вообще полностью расформировались, так скажем. Ну, слушай, я не в курсе. Оно из-за экономических причин или как вообще это произошло? Я, честно говоря, не вник до конца. Ну, вроде когда из-за бабла, по-моему, что-то такое. Вроде из-за бабла. Но они же они издатели или все-таки они разработчики? Потому что если они разработчики, то это даже и не их вина, так скажем. Они и разработчики, но они издатели, но они не издают, короче, ну, каких-то громких. Они говно всякое, супер. Инди, может быть, разработчики. Инди издатели, так скажем. Как бы это глупо не звучало. Вот. Значит, попадете по сокращению. Потому что, говорит, большая часть увольнений именно в игровой индустрии случается, потому что, ну, очень такая, знаешь, нестабильная хреновина. Сейчас нужен этот проект, завтра он не нужен, это мы закрываем, прикрываем, нам больше не нужны C-шарпщики, мы переходим на другую хрень, мы больше не пишем на Unity, мы пишем там, не знаю, на чем. Вот. Далее. От вас потребуют работать по 12 часов в сутки. Причем, когда вы придете на собеседование, вам скажут, не-не-не, только 8 часов строго. Но это будет причем вранье. Потому что, ну, как вы понимаете, очень сжатые сроки, большие проекты, еще более большие проекты, если можно так это назвать, чем условно разработка программного обеспечения или сайта. Потому что, все-таки, игра это более, ну, комплексная такая вещь. Там и моделирование, и кода больше писать, ну, вы понимаете. Ну, подожди, а почему именно игра дев? Ну, то есть, под сокращение можно попасть везде, даже в библиотеки. Я согласен. Ну, я согласен. Чувак просто какие-то свои боли рассказывает. То есть, видимо, это очень часто случается реально в игровой индустрии. Станьте жертвой насмешек. Хотя, это тоже, опять же, очень такое, знаешь, субъективное. В школе тоже можно быть жертвой насмешек. Возможно, Дэвид Фрид просто был жертвой насмешек. Вот, видимо, да. Ну, как над новичком будут подшучивать, это понятно. У вас не будет, у вас не будет личной жизни. Тоже, опять же, не обязательно, что это касается гейм-дева, но, тем не менее, именно в гейм-деве вы тоже будете, ну, много пахать, не появляться дома, и поэтому личной жизни у вас будет мало. Утратите свою личность. Ну, вот, утратите свою личность тоже, опять же, не обязательно, что к игровой индустрии, но к игровой индустрии тоже относятся, потому что, типа, если работаешь в большой компании, типа реального Близзарда, то ты уже ассоциируешь свое имя не просто, вот, я классный гейм-дизайнер, да, а я именно гейм-дизайнер из Близзард, и типа, тебя так и знают. И вот он говорит, что в какой-то момент у тебя просто будет вопрос в голове, а кто я такой без названия компании? А кто я такой без УВД, да? Так в смысле? А наоборот, это же как бы, ну, строчка в твоем резюме, не более. Это не ты строчка в Близзард резюме, что у нас работал такой-то чувак. Хотя, как бы, это тоже было бы, наверное, прикольно. Но реально, это же просто строчка в твоем резюме, и тот факт, что ты там работал, он только тебе плюсиков даст. Никто же не будет спрашивать, а что тебя оттуда уволили, значит, ты лох. Да ну нет, как бы, ну, уволили и уволили, бывает, но... Ну, в общем, Фрейд немного притянуто за уши написал, в общем, строчал максимально, видимо, не хотел, чтобы никто шел в игровую индустрию. Он конкурентов все сбивал, потому что вы его не уволили опять, не сократили второй раз. Опять же, да. Фрейд утверждает, что не шутит и не преувеличивает. Из правила, есть и исключение, но большинство работников индустрии, по его словам, живет именно так. Он еще говорит, что очень мало платят до свидос. И говорит, вот перебиваются просто с копейки на копейку. Заработать в игровой индустрии сложно. Но, говорит, если только ты, вот единственное. Он причем говорит, что только недавно ему хватило на... Ну, не недавно, он говорит, если же вы всю жизнь проработаете за зарплату, то останетесь ни с чем. По крайней мере, самому Фриду всю жизнь хватало денег лишь на съемную квартиру и бензин. Я не верю, что так мало в Blizzard, тем более тем, кто Warcraft 3 и World of Warcraft делал, платят, но что-то это... Ну ладно, окей. Я просто, ну окей, он такой приходит, чуваки, ну нужно повышение. Ну классическая история, я там много делаю для компании, я там вот тут, 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 тут. Они говорят, чувак, незаменимых людей не бывает, понимаешь? 500 долларов в год это твой потолок. Как бы, да. Ну как-то странно, но может быть. То есть, ну реально. Не знаю, не знаю, странно. Так вот, кроме этого, он говорит, если хотите славы, то есть не бабла, а за славой пришли, то лучше, складывайте музыку на SoundCloud, лучше будет, надежнее стратегия. Вот. Ну это окей, допустим, действительно, геймдизайнеров знают вообще по единице геймдизайнеров, знают, потому что, ну именно реально, те, которые прям вот на слуху, это прям единицы. Вот супер. Но, как бы так, а окей, а допустим, не знаю, разработчики Python, условно, кто на слуху, опять же, гнида, простите, говида ванросом, ну как бы, ну вы понимаете, в общем. Окей. За него-то нас нормально, в комментариях это. За него нас, да, в комментариях нормально. Ну и в общем, говорит, удовлетворение от работы можно получать только в том случае, если тебе реально нравится это дерьмо. Вот реально нравится. Вкалывать по 12 часов, сокращаться и так далее. я имею в виду, конечно, творить, делать игры. Мне кажется, если ты такой безобидный, обташка, то тебя хоть где заставят по 12 часов вкалывать? Ты мне что, если ты терпила, давай, ну давай так, я это именно подумал, но как бы вот да. Ну в общем. Ну ладно, то, что я хотел по сценарию быть плохим копом, я на самом деле, ну не заходил в статью. Я наоборот думал, там классно что-то будет. Ну хотя нет, по заголовку я понял, что не очень классно, но я думал, что там именно какие-то, знаешь, ну факты, которые там на корпоративных вечеринках всех всяких гейм-студий там и так далее, там просто там вас приковывают ремнями там и, я не знаю, кочергой металлической раскаленной что-нибудь делают. Ну как-то... Возможно, так и есть. Дэвида Фриды на самом деле прикололи один раз на корпоративе и раскаленный кочергой, и поэтому он придумал несколько фактов, которые на самом деле не существуют. Ну особенно судя по тому, что он про зарплату сказал. Тем не менее, вывод самого Дэвида Фриды и вообще то, что говорит нам статья. Если вы по натуре творец, как я, создание игр может приносить вам удовлетворение. Вы вряд ли станете знаменитыми, скорее всего будете еле находить деньги на жизнь, но в результате у вас будет нечто, что вы сделали сами. Нечто, что другие могут оценить, а могут и не оценить. Нечто, что возможно стоило того, а возможно и не стоило. Но это будет нечто настоящее. То, что вы подарите миру. Именно поэтому я до сих пор делаю игр. Написал Дэвид Фрид. Все. Неплохо, неплохо. Это, конечно, а вот здесь есть скриншот типа с Дикого Запада, да? Это-то к чему? Это что из перечисленного? Какие? Odd World Stranger's Wrath? Ну, Да, потому что я, честно говоря, не в курсе, что это такое. Ну, то есть это не Red Dead Redemption, как ты понимаешь? Ну, не понимаю. Я напрашивался именно на этот ответ. Ну, это не одно. и спросите, что это Red Dead? Ну, я вот стреманулся, поэтому я так зашел издалека. А слушай, может это и Red Dead Redemption? Нет, нет, я все-таки загуглил. Это Odd World Stranger's Wrath. Это прям вот один из скриншотов оттуда. Ну, понятно. То есть на ДТФ тоже как бы не мудрствовали лукаво. Абсолютно, абсолютно. Кстати говоря, в комментариях сразу же... Ну, такой он и геймдизайнер, что никто не знает за Odd World. Короче говоря, в комментариях, как и мы с тобой, сразу написали, что абсолютно так же можно сказать о любой другой работе на дядю. Тут мемасик. Я на эту еду заработал фрилансом, но в тарелке же ничего нет, а я знаю. Ладно, надо дальше идти. Идем дальше, не зацикливаемся. Напишите в комментариях о вашей работе. Есть ли какие-то пять пунктов, которые, например, характеризовали бы... Давайте так, являетесь ли вы жертвой насмешки? Хотя бы на этот вопрос нам ответите. Вот. Давай. Что там, дежурь, Винампик. Да, да, перед Винампиком я бы хотел сказать, что единственный, реально классный способ поддержать ювебдизайн, я понимаю, что есть много нереально классных, но вот реально классных только один. Это patreon.com slash ювебдизайн. Я считаю, что вот мы сейчас только что говорили про игропром, и я считаю, что такой игрофикации, как на Патреоне, нет больше нигде, потому что здесь есть не только личные цели, которые эгоисты будут преследовать, так сказать, потому что они действительно классные, либо бесплатные стикеры, ну точнее не либо, а чем больше, тем больше, так скажем. Бесплатные стикеры, чат патроновский наш, в котором вы можете нас просто спрашивать о личных всяких вещах, вы можете даже быть участникам нашего подкаста и пообсуждать с нами что-то на записи, голосом своим, можете свой след оставить вообще в истории Рунета, потому что ювебдизайн это часть истории Рунета, как бы вы того ни хотели, вам приходится с этим мириться. Так вот, кроме личных целей, есть еще голые, это общие цели, которые преследуют наш ювебдизайн канал, и они на самом деле классные, по типу новых серий роликов, возвращения там, обзоров, возвращения разговора у экрана, и разных таких штук, если вы хотите и к этому приложить свою руку, окунуть, макнуть, так сказать, свои ручищи по локоть в наш техпроцесс, в то, в чем варится ювебдизайн, то вот patreon.com slash ювебдизайн, это вы прям найдете себя здесь, самореализуетесь, потому что это круто, это действительно круто, и вы нас сделаете прям по-настоящему счастливыми. Так же, как и следующая новость, собственно, я аж вспотел от твоих речей. Я тоже. Так вот, Винам вернется в 2019 году, с возможностью подключить сторонние подписки, подкасты, стриминг-сервисы. Погоди, а кто сейчас заведует этим всем, ты скажешь? Скажу, все будет. Под заголовок феникс восстал из пепла. И сейчас феникса костян выбивать идет сразу после этого. Пепел, говорит Алара, пойду 15 раз выбивать. Вот, да. Короче говоря, компания Родионами, нынче владелец Винампа. Ни хрена себе, это кто вообще? Вот тут ты меня и поставил в тупик. Александр Сабунджан, гендиректор Родионами, как ты думаешь, кто это? Это мой знакомый старый, я ему звоню каждый день. Вот видишь, он тебе даже и не признавался. Родионами, это онлайн-платформа, которая предоставляет инструменты для работы онлайн-радиостанции. А, казино. Я понял. Что ты понимал, головная организация Вивенди. О, ну все, тогда нет никаких вопросов. А он, это Франция или это... Давай посмотрим, давай посмотрим. Вивенди уже не только Франция, они уже вообще всех скупили, но вообще основана в Бельгии. Естественно, Бельгия, она недалеко от Франции, поэтому... Они ездят. Available in French. Primary. Нынче Headquarters у них в Амстердаме Недерландс находится. Ну, короче говоря, он не Александр, он Александре Сабоунджан. Потом Ив Бандышон. Я вас Саня называю. Ну, согласен, для тебя просто Саня. В общем, вот они владеют Винампом. Я не знаю, в каком году они его купили, но вообще здесь написано, что в 17 январе, 17 января, в мой день рождения, охренеть, 17 января 2014 года они купили Винамп. И вообще, вот в такие моменты, как бы, ну, ты понимаешь, что хочется вернуть немножко 2007, когда вообще вспоминаешь про Винамп, и у меня по этому поводу есть ролик. Я могу вам сказать только одно. Ну-ка, давай. Я-то его видел. Да не вернется в 2007 год. Ну, я на самом деле его подмонтирую нормально, потому что он сейчас тупанул маленечко. Я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год. Подлагал. Вот. Я в любом случае его подмонтировал. Мы уже сделали надрывали животики. Да-да-да. И в чем суть? Суть в том, что на данный момент до сих пор на Винамповском сайте можно слить версию 5.8. Это самое последнее? Это последнее. Причем последность ее датирована 2013 годом. То есть еще до покупки радионами. Они как бы что-то толку запрягали, да. Уже 4 года они не обновляли ее и вынашивали видимо этот план. Они сообщили кстати свое заявление в тех кранч. То есть я не знаю как они выбирали кому они дадут это интервью. Ну в общем вот тех кранч это видимо может быть там это как IT дуть. Вот ты просто вот украл мою версию с языка сорвал. В общем оказывается у Винампа до сих пор ежемесячно пользуются 100 миллионов человек. Сомнения небольшие возникают примерно как с World of Warcraft онлайном и количеством миллионов. Как статистику? Я не знаю. Особенно с учетом видимо там опять же китайцы и туда свой чип заложили. Их как хром тоже он отключится потом когда новая версия выйдет старый просто потушится потому что уже в 13 году знали что как бы да. Подожди когда это кто-нибудь переключится с песней Юма-ха Юма-со вот тогда короче все будет. Мне просто кажется что я теперь мне сейчас в голову пришла идея что старый опять же мы же сегодня прожурналистские штампы вот старый журналистский штамп это если вы хотите найти заговор то лучше ищите халатность может быть разработчики виджетов Ютуб который пропал они на самом деле просто забыли в трайкетч обернуть свое дерьмо и когда первая ошибка была по опихе просто виджет крашнулся и не поднялся больше уже потому что операционку никто не перезагружал в телеке как бы ну хардресетно вот но это смешно это на самом деле они должны тихо ржать когда наш подкаст смотрят а я уверен что разработчики самсунговских телеков смотрят наш подкаст куда они денутся они же собственно и венампом пользуются они в этот момент еще в Starcraft играют кстати это хорошая сейчас тоненькая такая только Леха Хлебаев скорее всего понял и мы так вот пользователи венамп короче говоря повсюду это огромное количество людей и у нас очень сильная и важная для нас комьюнити но все знают что венамп мертв что мы больше не работаем над ним хотя все обстоит не так говорит Александре Сабун Джон в общем суть в том что версия 6.0 причем блин я лох 5.8 я сказал что это актуальная версия нет 5.8 это они выпустят багфиксы сейчас вот в ноябре или когда там они собираются а уже в 2019 выйдет 6.0 настоящая мажорная версия в которой будет добавлена возможность всех стриминговых сервисов я не знаю насчет кстати Apple музыки ну окей со Spotify они договорятся снова классические скины а скины сейчас есть что характерно и они пишут что они не будут отходить от специфики венамп то есть я уверен что скины они оставят возможность сделать вот но они просто говорят что за настольную версию война уже окончена потому что весь контент находится в iTunes и веб сервисах однако прослушивание аудио на смартфонах фрагментировано и неудобно уверен он они что хотят апки выпустить да то есть они то именно на мобайл фест хотят ориентироваться и тем как бы глупее на мой взгляд потому что какого хрена почему оно фрагментировано мне кажется все либо в Apple Music либо в Spotify либо в SoundCloud в Google Music ну да либо как бы в Google Music либо уже в Яндекс Музыке ну да но вот видимо это он фрагментированно назвал но просто это все равно там не более 10 игроков то есть их по пальцам двух рук можно пересчитать и ну не знаю ну то есть как бы они бизнесмены если думаешь просто судя по заявлениям сейчас начинает казаться что они просто хотят 2007 вернуть это тоже хорошая бизнес задача как бы да она работает сто пудов как минимум один раз она выстрелит а потом уже придется все таки что-то как-то но им тогда придется вместе с экзешником продавать Jaguar баночки и я не знаю напульсники черные шипастые и прочую краску для волос или тоник чтобы стерлось потом вот я смотрю специально сейчас на скриншоте который здесь предоставлен плейлист и кроме ностальгии который я испытываю реально потому что у моего друга Гоши у него были в Винампе именно плейлисты понт и понт 2 понтовая музыка типа и понтовая музыка 2 вот и там без понтового у него не было без понтового веника фирма не вяжет поэтому у него только понт и понт 2 так вот я там знал много треков я до сих пор помню понт и понт 2 чем различаются там один мюс ну вот в понте 1 был один мюс и колплей соответственно и радио хэд а в понт 2 уже там с серебряного дождя и с радио олимпа всякие треки типа зеленые глаза ну вот да блин ну то и понт 2 согласен его как бы в понт 1 не поместить но вот в понт 2 это для разных случаев первый для друзей второй для души и секса видимо я просто сейчас смотрю здесь плейлист 47 треков я ни одного не знаю блин там юма хэт юма соль есть ни кого тут какой-то клаб дапстеп евродэнс но это не должно на винампе вообще игр такой такой музыки еще не существовало там максимум там тиеста максимум и армин ван бюрен ранняя так скажем неизданное вот да еще тогда демо демки ну короче вот так вот ждем винамп я даже ну как бы считаю попробуем посмотреть ну попробуем это ты конечно да ну ладно ну нет я не кривлю душой я попробую я как бы делаю такое заявление и просто тут чувак в комментариях пишет что а он до сих пор слушает винамп он прям скрин пишет что пока он читает статью стежурно у него открыт винамп и у него там суисайд бойз это кто ну окей значит вот он он такое слушает поэтому бывает такое ну ладно пошли дальше нам некий твистер прокомментировал то есть предлагает нам с хабра очередную статью а не челентано ему как бы отвечает на комментарии у нас на сайте можно еще и отвечать на комментарии вообще у нас здесь живое общение как я бы опять же если мы про радио говорим оставляйте свои комментарии на нашем сайте nrgfm.ru ну нет eubdesign.ru и вот не челентан говорит норм чтива твистеру отвечает как бы про хабровскую статью мое разочарование в софте это перевод перевод статьи которая называется software дезенчатмент вдруг вы читали вдруг в оригинале почему нет а тут перевод и соответственно вся статья она достаточно простую идею несет и грустную идею давай начнем давай начнем с того что здесь типа очень смешной мем как они xkcd xkcd ну или x если правильно считать ты короче прав xkcd вот эти вот прикольчики которые типа там чуваки решают один чувак говорит вот нам чтобы сделать типа 500 дырок в стене я короче замутил автоматическую дрель которая там сама хренач по стене быстрая классная и дает второму чуваку потрогать эту дрель чтобы сделать 500 дырок а тот чувак такой говорит блин в принципе нормально весит дрель нормально весит ее сейчас заряжаем ее в пушку на 500 таких и делаем 500 дырок ну вот это просто говорит о том что ну видимо какие-то мискомьюникейшн и неправильное использование чего-то соответственно давай сейчас раскроем тему этот чувак говорит программированием занимаюсь уже 15 лет который пишет статью в последнее время при разработке не принято думать об эффективности простоте и совершенстве вплоть до того что мне становится грустно за свою карьеру и за эти отрасли в целом и он говорит вот говорит например такие вещи как автомобили не знаю архитектура здания даже самолеты он приводит в пример они все делаются уже на максимум своих возможностей вот если уже делают машины то это просто уже до свидос вот ты садишься в нее это уже самолет в смысле по мощности или просто потому что там уже выезжает все там да 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 как это максимально уже сделано уже все используют вот если уже вот эту железку сюда поставили в ауди опять же каждый раз буду ауди вспомнить наверняка это ну одна из граней так скажем сейчас вообще одна из вершин наверное ну понятно то есть автомобили это хай-энд хреновина и она она не закостенела потому что ну это настолько живой рынок что если они будут каждый раз делать хай-энд то никто не будет каждый год новое аудио выкатывать из салона естественно естественно да если вот так же вообще с многими сферами но вот IT говорит IT и он тут странно приводит статистику вот только в программном обеспечении считается нормальным если программа работает на уровень 1% или даже 0,01% от возможной производительности ни у кого вроде нет возражения люди даже гордятся насколько неэффективно работает программа типа зачем беспокоиться компьютеры достаточно быстрые и он короче он начинает значит быдлить что типа вот что-то вот например на пайтоне работает за полторы секунды хреновина а другая это же хреновина на расте написано работает за 6 сотых секунды и это говорит ускорение означает что мое время окупится через 41 год 24 дня ну потому что он 6 часов писал то есть как бы он же это тоже не за секунду сделал но да что за программа он на пайтоне интересно такую запускает ну ладно ну мало ли какой-то микросервис на пайтоне написал наверное вы слышали такую мантру время программиста дороже времени компьютера это означает что мы тратим компьютерное время в беспрецедентных масштабах вы бы купили машину с расходом 100 литров на 100 километров как насчет 1000 литров с компьютерами такое происходит постоянно ну и вот у него продолжает очко гореть как бы я это не называл что говорит просто беру браузер да один из крупнейших и говорит он не может скролить страницу в 60 фпс на моем топовом мэкбук про мать его я говорит могу комфортно уже в 4k игры играть твою мать а вы мне не можете прокручивать веб-страницы в 60 фпс а когда говорит мы сделаем 120 герцовые моники когда вообще досвидос что будет вы что будете мне скроллить как будете делать значит далее обновление винды десятый занимает 30 минут вы там что делаете он как будто знаешь гребанное п.о. вашего казино вы что делаете вы в киоске писали вы не в киоске что ли писали реально вы там какие билды запускаете примерно 5 раз подряд можно установить играть винду за это время это при том что кстати говоря я то знаю когда винда еще ставилась что можно выйти пойти с пацанами футбол поиграть она будет ставиться я тоже да а сейчас ты это еще пукнуть не успеешь причем ты точно знал что после двух голов надо пойти enter там еще раз нажать там еще нажать далее пару раз перезагрузиться еще подождать пацаны пока это самое ношу ты им попить выносишь в этот момент жмешь второй раз и идешь дальше еще на час дальше текстовый редактор я опять же топовый текстовый редактор беру начинаю вводить какие-то задержки печатания 16 миллисекунд между вводом этого вам говорит что на квадратике сложно нарисовать там символ динамическое говно вы что охренели совсем что ли вот дальше говорит что типа все еще говорит это раздутие это вот следующий его пункт веб-приложения могут открываться в 10 раз быстрее если просто заблокировать рекламу например гугл умоляет всех прекратить тормоза с помощью инициативы амп технического решения для которого не нужны какие-либо технологии просто немного здравого смысла если удалить раздувание интернет станет работать на сумасшедшей скорости неужели это сложно понять негодует чувак говорит система android 6 гигов весит просто задумайтесь на секунду насколько неприлично огромное число и говорит я говорит вот все установил все классно и у меня говорит осталось на телефоне вот если телефон ну старый 16 гигабайтный ну как старый у многих наверное зрителей слушателей такой телефон говорит все установил операционку это то все 5-е 10-е и все и ничего какие там музыку объем какой там у меня просто старый 16 гигабайтный телефон и я сегодня когда обновлял ось до бета 3 iOS 12.1 бета 3 мне пришлось сгрузить вообще все проги ну короче это жесть вообще была я полностью поддерживаю автора в этом отношении да приложение говорит клавиатуры google как ни в чем не бывало съедает 150 мегабайт ой я ругаюсь но с этого дерьма и вообще говорит какого хрена что приложение по 300 мегабайт весит на Android ну на самом деле на iOS так же вот и это нормально считается ваш говорит окей ваше дерьмо вот например ваше дерьмо например программа для заметок ваших которая на электроне у вас написана она вообще вы вообще как она может по идее 3D графику там показывать аудио фотографировать с помощью веб-камеры да простой текстовый чат всегда славился скоростью малым потреблением памяти а какой-нибудь вот слаг он говорит это пример очень ресурсоемкого приложения имею ввиду что чат и текстовый редактор это самые базовые вещи они должны потреблять меньше всего ресурсов добро пожаловать 2018 год 2018 2018 год говорит он далее все гниет у него есть такой пункт и тут он говорит про то что ну вот да у меня вот 16 гигабайт значит телефон был классный 3 года назад а сейчас на нем android 8.1 еле работает говорит и вспомнить опять же iphone 4s вышел с ios 5 а на ios 9 он ну ты понимаешь как он работает ну и как моя например пятерка которая на 10.3.3 тоже уже вот и 16 гигов она ну говорила ты что охренел на 16 гигов мне ставить вот окей что еще кроме этого ну про веб страницы он тут много чего говорит представляете типа просто реально то что сейчас работает на хром условно хром 70 через там 3 года не будет работать на хром 100 хотя типа должно быть улучшение на самом деле типа ухудшение вот хуже значит лучше сейчас никто ничего не понимает и не хочет понимать пишет он мы просто выпускаем полусырую ерунду надеемся на лучшее и называем это здравым смыслом для стартапа веб страницы просят обновиться если что-то пошло не так у кого есть время чтобы найти причину неполадки любое веб приложение выдает постоянный поток случайных ошибок javascript даже на совместных браузер в общем что он еще говорит потом говорит я чтобы просто типа условно говоря опять же чтобы начать какой-то фронт разрабатывать мне нужно то-се подключить npm hnpm там куча всего говна и все еще это происходит почему-то вот кроме этого кроме этого всякое даже железо всякое допустим типа монитор делгает аппарат нужно перезагружать но он какой-то еще страдалец у него что-то все еще плохо работает ну вот слушай он либо это так утрирует либо ну как бы он специально уже собрал комплект таких ну как бы не факапов а проблем и вот ну не знаю то есть это перевод же то есть это даже не в России произошло ну ладно давай продолжим далее что ну про программирование у него есть кусок да про то что действительно пацаны все еще мы чтобы начать программировать надо 100 хрени призапустить это он еще не знает как программировать на винде вот сравни начать программировать на python на винде и начать программировать на python на mac короче и это просто будет ты ну поймешь что это такое что там на винде еще в прошлом веке все еще живут но это окей дальше что он говорит типа условно все еще вот этот прикол с компилятором что все еще у меня компилируется это как вот чуваки на работе типа условно андроид апкшку собирают или там типа билдят да и на своем каком условном mac mini короче билдят на старом там 2012 и короче он там начинает свистеть пердеть короче это досвидос или xcode новый опять же xcode новый на старом mac mini он просто крашится вот именно наглым образом именно вообще вот каждый раз короче досвидос это прям вот плохо прям плохо что еще что еще ну короче у него горит жопа здесь полную статью в принципе вы уже поняли к чему это все идет потому что ему просто не нравится положение вещей что пацаны не поддерживают старое дерьмо делают все для нового все постоянно вроде бы должно быть лучше но постоянно все хуже и хуже становится вот собственно ну а во-первых смешная картинка про pliss connect а во-вторых какие вообще ты вот сам никита видишь ну во-вторых здесь первый комментарий вообще к этому всему говорит это все кэш круто опять же что чувак написал у него жопа сгорела но вы говорит начинайте платить до хрена тысяч долларов денежа денежков программистам чтобы они еще и делали успевали в те сроки в которые они делают новые фичи и так далее и так далее чтобы они еще и поддержку старого дерьма делают это говорит конечно классно все то что ты написал типа надо все поддерживать но кто это будет писать и опять же это очень большая проблема бизнеса он здесь кстати говорит тоже про то что бизнесу это не надо никто не вникает но тут даже не то что не вникает хотя скорее всего это и есть причина но просто бизнесу надо бабки зарабатывать программисты тебе напишут любую поддержку любого говна то есть ты просто им платишь бабло они тебе делают, и все. Но ни одному бизнесу не надо это. То есть ты не продашь, короче, ни один менеджер не продаст в своем продукте поддержку старой хрени, просто чтобы у какого-то чувака, который по статистике там 1% еле-еле, да, чтобы он вдруг, короче, жил спокойно. Понимаешь? Соответственно, тут странное дерьмо. Все-таки мы либо бабло зарабатываем, либо мы, короче, делаем хорошо всем. Это как и будет. Это как всегда. на самом деле. Как и в государстве. Мы либо бабло зарабатываем, либо хорошо все делаем. Ну, вот да, я-то всех понимаю в этой ситуации. То есть я и его понимаю, и разработчиков, и даже бизнес в этой ситуации. Вот. Но я просто думаю, что такие вопросы должны решаться на уровне регуляторов, то есть App Store и Google плей. Потому что они максимально далеки и от пользователей, и от разработчиков, и от бизнеса. Нет, от бизнеса они близки. От бизнеса они все-таки близки, потому что им-то надо, что-то прямого ходило, что из них бабло шло и так далее. Ну, я согласен, да. Но, допустим, допустим, если эти приложения, которые потенциально будут более отлажены и крутыми, будут стоить не доллар, а 15 долларов. Но, правда, скорее всего, доходы в 15 раз не увеличатся, потому что банально просто будет меньше покупать, и лучше продать тысячу приложений за доллар, чем 100 приложений за 15 долларов. Потому что, хотя нет. Погоди. Если посчитать, лучше все-таки 100 за 15, ну, лучше, чем 10 за 15 долларов. Да, да, да. То есть, ну, я думаю, порядок примерно такой, если еще не более ужасный. Поэтому, ну, мне кажется, просто, ну, возможно, было бы это решить на уровне таких регуляторов. Потому что, ну, инициатива от бизнеса не будет никогда исходить такой, им просто насрать. То есть для них это цифры, если реально у двух чуваков будет медленно работать, как бы, ну, это просто, типа, не их клиенты и все. То же самое про разработчиков. Усираться по 12 часов только в GameDev будут. Здесь как бы вот нет. Здесь никто не будет усираться. Да, ну и, соответственно, ну, начальство разработчиков, то есть сами компании, они тоже, ну, не будут дополнительно выделять месяцы на то, чтобы там поддерживать где-то как-то что-то. То есть это просто проблема того, что, ну, нету какой-то централизации. То есть это так называемая невидимая рука рынка, раз уж мы продолжим наши штампы журналистские. То есть это оно так, потому что вот так оно происходит, потому что вот всем так выгоднее. Но если бы, ну, было какое-то планирование и централизованный регулятор, то он бы мог сказать просто, нет, чуваки, надо так. И все бы как бы утерлись со всех сторон. Ну, тут непонятно, как этот регулятор бы это выиграл. Ну, видишь, регуляторы, например, очень часто, наоборот, в сторону прогрессивной подталкивают. То есть вот, например, подталкивают к тому, чтобы поддержку сделать iPhone X. Вот вышел iPhone X, поддержку iPhone X, вышел iPhone X Max. Сделай, будь добр. Ну да, они просто, видимо, пессимизируют в результатах тех, у кого нету приложений для самых новых девайсов. Оно потому что, типа, они этим самым форсят еще и продажи этих новых девайсов. О, в том-то и дело, им не интересно, чтобы покупали пятерки и оставали. Подожди, видишь, Google Play, если взять Google и Google Play, у них нет уже аффилированности с... Ну, мне кажется, у них нет такой прямой аффилированности с вендорами девайсов. Прямой нету, но косвенно, условно говоря, если ты все-таки лоббируешь новые андроиды, тебе так лучше намного. Потому что, ну, новое ПО все-таки, оно отлажено, меньше проблем и так далее. И вообще, короче... Ну, здесь никому не выгодно, короче, это делать, кроме каких-то суперэнтузиастов, я говорю. Ну, понятно. Ну, может быть, может быть. Это ниша для тех разработчиков или тех компаний бизнесовых, которые хотят выгодно выделиться на фоне всех остальных. Ну, как бы невыгодно для них, но выгодно в свете именно, так скажем, как это называется-то, солидности. Ну, то есть, имидж компании, чтобы свой улучшить, и статус, так скажем, ну, что-то подобное. То есть, для именно, для понтовости, так скажем. Ну, вот, да, как-то так. Ставь, как говорится, лайк, если ты все еще веростаешь под восьмой ИЕ. Кстати, да, это же даже, ну, к браузерам тоже актуально. Следующую статью нам предложил, так, FBI, уже упомянутый сегодня. Опять, опять, да. Не контролирует. Причем он даже использует разметку HTML, он жирненьким выделил Node.js в ссылке. Что делать? Это просто его сверхразумом делает по сравнению с остальными комментаторами. Над мозгом. Шутка, да, над мозгом. Just Boris на Hubbard.com написал статью Node.js без Node.modules. Статья от 17 сентября, то есть уже, так сказать, годик, месяц уже ей. Под с душком уже такая новость, но на самом деле она достаточно громкая. Потому что на прошлой неделе, а в нашем случае месяц назад, разработчики YARN, это пакетный менеджер для JavaScript, который, ну, является аналогом NPM, ну, только он там другой немножечко. Блин, такие названия, как будто это либо какие-то викинги, либо это какое-то восклицание пиратское. YARN! Ну, он есть, да? Причем, ну, он уже достаточно давно существует. Так вот, они анонсировали новую фичу Plug-and-Play установка, которая позволяет не создавать папку Node.modules, директорию, я бы даже сказал, в проекте, и берет все пэкэджи из локального кэша. Уж локальный кэш, он все равно есть в NPM и в YARN, соответственно. То есть сначала YARN скачивает к себе в кэш, а потом уже распространяет в папке Node.modules там, где делают YARN install, соответственно, в проектах. И если, допустим, мы для одного проекта подтянули вебпак, там версии, я не знаю, 3.1.0, то в следующих проектах, если там тоже значится 3.1.0 вебпак, когда ты будешь делать YARN install, он не из интернета будет тянуть, а из локального кэша своего, YARN-овского, заберет просто и засунет туда. Так вот, они анонсировали фичу Plug-and-Play установку, чтобы непосредственно в локальный кэш иссылались эти пэкэджи, и чтобы, ну, не 3 раза у тебя он был задублирован, а 3, это в лучшем случае, а не 23 раза, у тебя по разным Node.modules он был распихан, и по 100 гигов у тебя отжирал. Ну так, к вопросу раздутия. Вот. А это сделано для того, чтобы в одном месте оно лежало, и все. После этого одновременно с ними разработчики NPM, Node Package Manager, комментарий редакции, также анонсировали свое аналогичное решение проблемы. То есть у них тоже из локального кэша это будет. Я не знаю, имел ли место картельный сговор, или они тоже это разрабатывали, и как только YARN выпулю в течение 4 часов, вдруг сказали, блин, чуваки, ну тоже срочно надо анонсировать, это жопа сгорит, все на YARN перейдут. Вот. Кстати, пишите в комментариях, кто перешел на YARN вместо NPM, и почему. Просто интересно даже будет. Вот. Но самая проблема большая в другом. Большая проблема в том, что очень многие third-party модули и всякие плагины для IDE-шек и редакторов кода, они на самом деле смотрят в Node.modules. То есть не будет работать всякие подсветки синтаксиса, инициализация плагинов для Vue и так далее по дефолту сразу, потому что он их всех ищет в Node.modules. Вот. И сказать ему, что, чувак, у нас теперь все в локальном кэше, ну это надо обновить версии всех этих third-party модулей. Ну то есть я не говорю, что это невозможно, я говорю о том, что на старте многое сломается. И не дай бог какие-нибудь там JetBrains, ну я утрирую, JetBrains-то быстро подсуетятся. Какой-нибудь, я не знаю там, хакер Алексей, я просто сейчас с сайдбара там смотрю про хакер Алексея, но есть какой-нибудь хакер Алексей, который поддерживает модуль для VSCO кода по подсветке синтаксиса там в вебпак конфигах, какой-нибудь вот он обленится и не будет обновлять под новую версию Ярна и NPM, и у всех не будет там подсветки, будут ошибки, типа не найден вебпак конфиг, там, ну конфиг-то, понятно, будет найден, хотя опять же, вот во Vue CLI версии 3 вебпак конфиг дефолтный, он лежит не в папке с проектом, а он лежит в NodeModules, Vue, CLI Service и там вебпак конфиг, и мне пришлось вот в JetBrains его вручную оттуда прокидывать, потому что по умолчанию он его оттуда не находил, он мне столько ошибок выдавал по поводу там алиасов, всяких прочего говна, поэтому это как бы, ну, это реальная проблема, вот, но на самом деле дело даже еще и в другом, а вот представь, что на один и тот же пакет условно там ориентируются два подпакета и в локальном кэше его заменили, то есть под тем же названием, типа той же, ну это как бы бред, репозиториев-то там разных нету, в отличие там от, например, операционок, то есть когда мы там на CentOS или на Ubuntu ставим новеление, мы можем разные кастомные репозитории добавлять и ставить пэккеджи, а тут здесь все-таки из ярной, из NPM все идет, но неважно, суть в том, что бывает, когда, я просто сейчас пытаюсь посмотреть именно, здесь приводили этот в пример, что... ну короче, есть шанс, что в кэше он изменится чуть-чуть и у некоторых проектов будет работать, а у некоторых проектов обвалится и сломается, то есть нужно еще как бы это все сделать, оттестить и так далее, но тем более, что это все еще в бета-ветках и оно еще не финализировано, и даже по реквесту в Yarn все еще не влит, вот это стоит, то есть еще будут изменения, то есть синтаксис нет смысла учить уже сейчас, ну просто потому, что оно еще может измениться, но сам факт того, что все эти штуки резолвить не из NodeModules, а из локального кэша, это кэш правильная инициатива, и как бы вот тут правильно использован тег инновации, вот полные инновации вообще, то есть прям инновации, как они есть. Думаю дальше надо идти, я не знаю, ты может быть что-то скажешь, там какие-нибудь пакетные менеджеры для мобильной разработки, может там что-нибудь, я думаю там все ставится хардварно, прям вприл, какие там кэши, не кэши там. Я, опять же, во-первых, я понятия не имею, но я надеюсь, что там как-то, ну не сильно страшно, я очень надеюсь. Короче, тем более, что в билде, когда ты это билдишь, это же все не участвует, в билде у тебя JS-ный файл, там в итоге есть, просто и все, ну или там несколько фрагментарных, которые лейзи лоидятся у соответствующих компонентов. Поэтому, ну это если про веб-разработку говорить, поэтому это все лишь на этапе разработки имеет какой-то смысл, на этапе уже продакшена, там все кэш по-другому, там уже кэши, 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 и кэши, и кэши. Кэшами погоняют? Стопудово, да. Ну ладно, теперь можем дальше идти. Тема про цифровое книгопечатание. Вот такая тема, не с хрена. Взял ты ее, видимо, сам, потому что нам никто не предложил. Мне понравилась заголовок, понравилась картиночка. Окей, да, Я видел видео, которое начиналось так же. Действительно прикольная картиночка, тем более, что здесь написано, видимо, на белорусском, на картиночке. Читание. Министерство информации Республиканы Беларуси. Так вот, цифровое книгопечатание или мой опыт в мобильной цифровой книг. Очень наивная статья, такая классная. Где картошка у них на столе? Почему у них яблоки в корзине? Под столом. Под столом вся картошка. Ты знаешь, что она в холоде? В холоде хранится. Короче, суть в том, что реально очень классно пацан, пацан именно. Вот тот, который на картинке или другой? По-моему, все-таки, который на картинке. Очень наивно так написал, что реально ему прикольно, заниматься цифровыми книгопечатаниями. А то есть, оцифровывать книги иным языком. А судиться ему потом с правообладателями прикольно или нет? Здесь затронут этот момент или нет? Не затронут. Здесь вообще абсолютно просто это как будто статья с очумелой ручки. Ну, я вижу, что тут DIY, то есть do it yourself. Так? Абсолютно. Я надеялся, что он в конце все равно скажет, что это только для ознакомления, я ничего не знаю. Это все равно, что он написал, как героин сделать. Он наоборот, оцифровывается с удовольствием. Как говорится, на великом хостинге... Как это товарищ майор написал. Делитесь удовольствиями, как говорится. Так вот, короче, делиться удовольствиями, он предлагает как? Говорит, я что делаю? В натуре, цифровое книгопечатание прикольная, говорит, тема вся такая, ну, несмотря на то, что потом придется отвечать за то, что ты напечатал. Многим, говорит, людям приходится подолгу учебой, например, этим заниматься, до хрена, а потом на телефоне читать. Ну, может быть, знаешь, это типа для собственного использования. Купил книгу, бам-бам-бам, и в телефон себе, и никуда дальше. Ну, я надеюсь, там не только дежвью, то есть там все-таки можно PDF сформировать, или хотя бы... Да можешь хоть письку свою сформировать, он просто рассказывает, что нет. У меня там пара килобайт буквально, даже в хэш не надо класть, а в оперативку помещается, даже в iPod Touch. Ну, ладно. Он просто рассказывает, что нужно использовать, какие девайсы, какие он использует. Он говорит, просто беру, кладу книгу нахрен. Ну, не нахрен кладу, а просто на партнерс. Так. Минкельский стол. Так, так. Да, специальным штативом, точнее, специальный штатив, беру подвижный штатив струбится, беру, короче, крепление для смартфона, соответственно. Bluetooth, пульт управления, это важно. и смартфон. Какая нахрен струбится? Это струбцина обычно называется? Струбцина. Я струбцина. Прочитал нормально. А, я нашел, где ты читаешь, да. Ну, струбцина это, это тиски по-нашему, но вообще это струбцина называется. Я почему знаю, потому что я такую микрофонную стойку хочу, которая к столу крепится струбциной. Ну, вот, короче, струбцина. Так. И значит, что? Что делаешь? Кладешь, это все ставишь, как вот здесь на фотографии показано, как бы нависаешь этим телефоном над книгой, с помощью селфи-палки, по сути, и на пультике нажимаешь снять. Ну, с Android'ом это просто, я думаю, что и с iPhone'ом, наверное, просто, но с Android'ом точно это просто. Покупаешь, если у тебя достаточно свежий телефон, покупаешь Bluetooth, пультик, он тебе фоткает, легчаешь. Знаешь, как я с iPhone'а делал? Вставлял гарнитуру для наушников и плюсиком, прибавлением громкости, фоткал. Ну, такой вариант тоже. Плюсик же, он работает как в фотографировании, поэтому, да. То есть, типа, знаешь, ты купил телефон iPhone XS Max, но все равно плюсиком фотографируешь. Ну, через переходник, ну, или через ту гарнитуру, которая в Lightning вставляется. Хотя, не важно, через Bluetooth наушники. Да, да, можно же, то же самое, соответственно. Короче говоря, это ты все производишь, фоткаешь, но это еще не все. Он тут много в ее же, скрывается там бла-бла-бла, разное дерьмо, использовалось все такое, нам это не очень интересно. Ну, он там рассказывает, что вот эта струбцина железная, классная, пластмассовая, плохо выдерживает, тем более, смотря какой у тебя еще телефон, ты там подвесил. Ну, говорит, еще прикольная программка, кроме того, что ты это все отфоткал. Берешь эти картиночки, прогоняешь, у тебя же, как страницы располагаются? Они у тебя как бы немного, ну, смещены, потому что книга, она как бы, если там 500 страниц особенно, да, она прям конкретно выпуклая будет. Вот, а из-за того, что они выпуклые, соответственно, у тебя строки будут не горизонтальны, немного, они будут волной такой. Он говорит, что есть специальная прога ScanTaylor, он еще рассказывает, что есть ScanChromeSator, Book Resort, ну, это все понятно, но вот есть ScanTaylor, классная прога, которая реально, ты ей скармливаешь, условно говоря, вот эти фотки, отсканенные, ну, или отфотканные, да, и она тебе... она платная или нет? Она бесплатная, она вообще какая-то супер... Она еще и мультиплатформенная, или нет смек. Да, она еще именно, короче, открытая ПО, именно, то есть она именно... Вообще, до свидания. Гений, да. Чтобы ты уже, если ты уже, ну, пират, только пират в том, что, короче, ты именно книгу отсканил. Ну, да. Короче говоря, она тебе выравнивает, по сетке ты там ставишь, короче, и она тебе по сетке выравнивает, именно делает прямые строки. Здесь прям классно показано у него, если ты раскроешь вот под спойлером, у него прям вот как было и как стало, короче, пример страницы без распрямления строк и пример страницы с использованием распрямления строк. И все, собственно, распрямляешь и получаешь прям классное, отсканированное издание твое. Короче говоря, и балдеешь. И балдеешь, и потом в дежавю хреновинкой прогоняешь, и получаешь дежавю файл, ну, или pdf хреновинкой. Все, все, и можешь читать на телефоне. Продавать на торрентах, ты имеешь в виду, ты можешь. Это да. Ну, на самом деле смешно, с учетом того, что я примерно с таким же сетапом снимал ролик на обзор нашей звуковой карты им аудио. То есть, жезатый, Миша. Да, да, только я вместо струбцины и штатива использовал торшер, на который закрепил телефон резиночками. И сразу же с этого же торшера светил. То есть, как бы, там, два в одном. Я думал, ты скажешь, что вместо струбцины струбицу использовал. Это нормально, да, хорошо. Пультик, это, конечно, он богатый. У него еще там Nokia какая-то, на которой часики. у него говно-телефон, но, но пультик. В Беларуси это топовые сейчас продают такие. Че ты начал? Ну ладно. У него там, между прочим, даже вот эта зеленая рамочка, типа там фокус, автофокус, вот это все. То есть, там у него все классно. Типа. Ну, слушай, он вот написал про все бук-резортеры, скантейлеры, скан-кромсаторы, а почему он не написал, и с чем PDF-ку-то сделать? Даже вью я терпеть не могу. Ну, PDF-ка, наверное, он тоже какие-нибудь PDF-хреновины делается. Кстати, хотел сказать, что это, как его, который распознает этот текст не от Adobe, а от кого она? Эбби, файн-ридер, да-да-да, я понял. Ну, она вряд ли там что-то делает, она кроме распознавания, там, не особо. слушай, я этим файн-ридером из как раз, из, или это я другую какую-то покупал на торрентах программ, чтобы выдирать страницы из PDF. Ну, понятно, что есть такое ПО, просто вдруг какое-то есть, опять же, открытое, чтобы, ну, не марать свои руки. Как Марайкерри, раз уж оцифровываешь, дорогие издания, Beatles какие-нибудь. Просто он, чтобы ты понимал, выбрать, какой конвертер DejVue использовать, он говорит, выбрать можно на сайте, и там DejVue-Soft.Narod.ru. То есть, народ-хостинг все еще существует. И не только существует, как ты видишь. Ну, еще и процветает, судя по тому, что такое пишет про него. Такое? Ну, вот. Ну, прикольно, я-то и не ожидал. Я думал, здесь будут именно будни, так скажем, борцов с пиратством, там, какие-то такие штуки. Как так оцифровать книгу? что мы именно придумаем, что будет? Ну, а в итоге другое говно абсолютно. У нас такой, ну, подкаст мутирующий. Он как бы изначально был один, а потом в процессе у него члены другие выросли. И как бы, да. Последняя темка на сегодня. Пухля нам ее предложил. Он даже как бы, это не столько темка, сколько высказывание, так скажем. Что, в смысле, цитаты великих пухлей или что? Да. Ребят, а это нормально? У нас в вебе просить юзера нажать на кнопочку 5, 10, 12 и 15 раз. Хочется сказать, а что, так можно было? Это, здесь ссылка, личный кабинет Beeline. Тупое говно, тупого говна. Говно. И дебил генерал. Хочется добавить просто. На пухля нам с Яндекс.Диска кидает скрин. Мне, кстати, интересно, вот по хэшу, который Яндекс генерирует для ссылки, можно ли вычислить имя, пухля. Да не, мне кажется, вряд ли. Мне кажется, вряд ли. Но и что, 10, 15, то есть там баги тупо? Нет, это не баги, это фича. То есть я просто, почему взял эту тему себе, потому что я столкнулся с этим. Был момент, я сижу месяц, наверное, назад, не помню. А у меня, чтобы ты понимал, у меня тариф, и к нему подключены еще жена и батя. Два ключевых человека в моей жизни, именно в этом порядке. Так вот, и они все с моего кошелька, так сказать, кормятся по телефонным услугам, что это касается. И мне нужно было проанализировать, сколько уходит на телефон вообще. Попробовать поделить это на троих, посмотреть, будет ли экономически выгодно каждому оплатить свой маленький тариф. Ну, потому что, как нетрудно догадаться, пакет минут, смс, прости господи, и гигабайт тоже делится на всех троих. Вот. И мне нужно было проанализировать, насколько вообще целесообразно там менять тариф, не менять. Потому что, ну, мне приходилось каждый месяц чуть-чуть доплачивать сверх пакета, потому что 700 минут нам на троих в месяц не хватало никак. Так вот, я хотел выгрузить тоже детализацию там, ну, за полгода я условно взял, чтобы, ну, как бы, что-то аппроксимировать, что-то среднее выяснить, и да. Я указываю срок, ну, давай, чуваки, пожалуйста, за полгода мне. Ну, тоже, как он выставил там с, я не знаю, там с января по июль, условно там, или, ну, что-то такое. А у меня Билайн также написал, выгрузить детализацию за такой большой период нельзя. Установите срок в месяц и выгрузите детализацию за длинный период помесячно. То есть, фича в том, что ты должен каждый месяц выгружать PDF-очку, потом их все открывать по одной и анализировать скопом. Нету здесь фич выгрузить за полгода. Хотя бы, чтобы он в одну PDF-ку мне пять месяцев подряд склеил. Нет. Не, ну, а вы, пацаны, вы что хотели? Это делать, надо писать код, чтобы открывалось за полгода. Ты что хотел? Что хотел, чтобы тебе все нормально? Сутки, неделю, две недели и месяц. Ну, за циклей ты в месяц в одну PDF-ку просто пять страниц. Это что-то делать надо. Это все сложно. Ну, короче говоря, это к вопросу, а что, так можно было? Вот можно всем теперь так делать? Можно еще не так делать, да. Да, можно еще за неделю было заставить, как бы, и да. Ну, кстати, забегая вперед, да, я сменил тариф там на все мое 3, по-моему, который там 2100 минут уже в месяц, уже 100 пуду, уже хватает, а по деньгам примерно столько же, сколько выходило с доплатой, как бы, и да. Поэтому такой вот плохой UX словил пухля, и я тоже его словил там месяцем ранее, но просто я как-то даже и забил, я не подумал, что нужно это. Я-то думал, он, знаешь, про что говорит, про то, что две кнопки одинаковые, а это разные, составить, это посмотреть в броузере, а сохранить, это именно PDF-ку выгрузить. В общем, месяц. Вот помесячно пришлось... Ты имеешь в виду, пацаны в Билайне мыслят месяцами. И только ими, судя по всему, задержек быть не может вообще. Поэтому, да. Ну, короче говоря, вот такие темки у нас сегодня на подкасте получились. По-моему, бодр достаточно. Хотя, хоть и долго, кстати, я вот сейчас открою, у меня тоже запись-то ведется. Два часа на шейте. Ну, это, слушай, это сейчас уже долго, мы уже старые стали. Раньше мы это, ух, это мы только еще разогревались в этот момент. Да-да-да. Ну, два часа, у нас клиповая, клипуха вообще. Вот как пять минут, только два часа. Клипуха. Давай к обойке тогда перейдем, раз мы уже бодрые. Давай к ней перейдем. Во-первых, попробуй, ну, давай, давай сначала наш классический вопрос, что вообще на обойке, где наш подкаст, ну, все, как бы, ну. На обойке, на обойке, я вижу свободу. Знаешь, уже именно начать бредить, я вот свободу. Вижу дорогу, которая ведет куда-то, возможно, к горам. Она очень классная дорога, видно, что, ну, что-то типа в Челябинске где-то, наверное. Конечно. По Троицке как раз, где опустили все. Похоже на нашу свалку, где куда нельзя выкидывать больше. Там тоже такие же горы. Вот. Слева у нас есть линия электропередач. Справа, возможно, какие-нибудь, если хоть чуть-чуть выйдешь, тебя гиена за попу. Гиена, шакалы. Там же мафия во враг трупы скидывает уже в ближайшие. Потому что, ну, никто вправо не уходит, только влево. Там хотя бы линия электропередач. Еще дальше трейлер стоит, и в нем мет варят. Да, да, все так. Так, а теперь где наш подкаст в этом во всем многообразии? Да, трупы или мет все-таки, как будто у нас два варианта наметилось, два победителя названия нашего подкаста. Ну, возможно, все-таки, наш подкаст, наш подкаст, это все-таки линия передач. Хочется, чтобы она, она какая-то очень классная, колоритная. Она, во-первых, только с одной стороны. Во-первых, да. И там все еще провода на изоляторах, то есть они открытого вида. То есть, если за них случайно уцепиться рукой, то все. Как, собственно, и за наш подкаст. Его руками лучше не хватать. Да, она как бы только для каких-то чуваков, которые понимают, то есть только для одной стороны. Для другой стороны, они им придется перейти дорогу, чтобы понять вообще, о чем подкаст. Это хорошо, ты сейчас задвинул. Причем пока переходит, я надеюсь, их не собьет. Да кого ты что тут? Никто не ездит по этой дороге вообще. Как во всех американских фильмах. Снимаешь, и на 100 километров ни сзади, ни впереди никого нет. Именно впереди. Впереди. Так, ну вот твоя... Нету вот этих фурм красного-белого, которые возят продукцию свою каждые 10 секунд. Это, к сожалению, не реклама. Так вот, у меня есть своя версия. Во-первых, это место называется... Местечко это называется Dead Valley, Долина Смерти. Это известное место такое в Америке. Там много всякого снималось. Вот. Но дело-то даже не в этом. Обрати внимание, кроме линии электропередач, которая слева, слева и справа от дороги есть светильники. Смотри, я тоже... Столбики с белыми письками. Да. И вот я считаю, наш подкаст это светильники. То есть светильники это темки, а наш подкаст это освещение дороги. Потому что вот если жить вообще в жизнью и там, в том числе жизнью веб-разработчики и не слушать наш подкаст, это все равно, чтобы по неосвещенной дороге ехать. Как бы можно, но вот дорогой это не назвать. Но не очень. Ездой это не назвать, да. А вот когда ты наши темки знаешь, тебе дорога освещена и прям приятно и классно. Ну вообще, я тебе скажу, если на самом деле вот ехать по такой трассе ночью, вот такие даже маленькие фонарики будут очень приятны на самом деле. Так, естественно, конечно. Я-то тоже это отлично понимаю. А они тут, я уверен, там они по 10 тысяч люминов каждая выдает. И еще супер рассеивателем матовым, что у тебя прям не то, что в глаза прям слепят диоды, а именно они мягонько растекаются. Короче, там еще линзы поставлены в сторону дороги. Ну то есть стопудово там все по красоте. Как знаешь, мне все время очень нравится освещение памятников и зданий. Оно всегда очень четенько сделано, из пола светит, но настолько классно выстроены линзы и рассеиватели, что прям вот именно церковь сама подсвечивается, и это и не бесит, и тебя не освещает, и не слепит, а зато очень выгодно здание классно подсвечивается. Там всякие большие театры и прочее хреновина, оно как бы прям вот так подсвечивается. Вот я думаю, тут дорога именно эта, она точно так же подсвечена. Прям четенько, хлестенько, и круто. Согласен, согласен. Есть у тебя версия, почему вообще сегодня это попало на нашу обложку? Ну, нет, честно говоря. А то есть есть какая-то еще подоблевка? Есть просто, это абсолютно, не то, что я открыл Unsplash, и это было в трендинге, хотя это так и было, но я, мой взгляд, за него цепился, потому что на этой неделе закончился четвертый сезон «Лучше звоните Солу». А там, ну, я не знаю, в этом сезоне, но в других сто пудово снималось именно вот на этой дороге в Дэд Вэлли. Ну, пара там, пара кусочков. То есть просто, ну, я чуть ли не узнаю там, вон, у второго камня там. Ты имеешь в виду, если сейчас тебя вот с закрытыми глазами высадят туда, как в ВДВшника, то ты прям найдешь, как идти, куда идти, какой куст. Ну, до ближайшего шакала и гиены точно найдут. А вот как бы дальше уже могут быть проблемы, да. Особенно, если там Билайн не ловят с новым тарифом. Вот. Ну, вот, короче говоря, да, спасибо всем, кто был с нами. Мы в очередной раз вам напоминаем, что все ссылки на наши соцсети и прочие штуки есть в описании. Можете нам ставить на Ютубе пальцы вверх, писать комментарии, ставить колокольчик. В iTunes ставьте нам звездочки, пишите отзывы. Теперь мы есть в VK. Можете нас там слушать, как подкаст. И это будет вообще прям outstanding. Возможно, VNAMP себе скачать. Сто пудово, да. Через год вы уже в записи будете с VNAMP слушать и думать, а что, VNAMP раньше, что ли, был? И это именно новые пользователи будут, десятилетние, которые как бы им прям понравятся, что скины можно менять как-то, ну, классно все. вот. И они будут слушать наш подкаст именно там. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что YouTube запилил функцию премьеры. Ты в курсе, Никита, или нет? Не знаю, что это такое. Это когда ты выпуливаешь видос, но его планируешь как стрим, и он идет первый раз, когда только он выходит, ты по расписанию его выставляешь, он первый раз идет именно как стрим. Я сейчас не шучу, но у Твича это раньше появилось. Ну, слушай, я не спорю, просто сейчас вот Линдси Стерлин и другие исполнители, они именно свои новые клепешники тоже ставят Ты предлагаешь нам тоже такое говно сделать? Ну, почему же говно? Представляешь, люди смогут в прямом эфире чатиться, то есть... А мы что будем делать в этот момент? Тоже смотреть. Нас-то не будет, мы не участвуем в этом, понимаешь? Это стрим без стримеров. Будем чатиться с ними, или похуй на них? Ну, я зайду, почему бы и нет? Как бы, ну, так в ленивом режиме, если там реально будет движ, то я в нем даже поучаствую, а если нет, ну, как бы я понаблюдаю за нет. И все. Ну, просто с учетом того, что мы это сейчас говорим в самом конце выпуска, скорее всего, уже что-то свершилось, либо пук в лужу, как водится, либо, ну, что-то действительно монументальное. Вот. Ну, это и есть пук в лужу. Вот. То есть он будет именно идти в качестве стрима, и можно будет комментить происходящее, потом эти комменты, естественно, уйдут, но они, или не уйдут, я не помню, там где-то был скрин, что есть и просто комменты, и комменты стрима. То есть они не канут в лету как-то там, типа того. И, ну, это прям реально круто. Проблема в другом. Проблема в том, что мы не можем это сделать сразу, запланировать там за два дня заранее, потому что нам патроном нужно это сначала выложить. Так мы же по ссылке делаем им доступ. Вот. И когда ты делаешь по ссылке, ты не можешь сделать премьеру. То есть условно мы это можем выложить для патронов, а потом через сутки сделать как премьеру, но тогда не будет у всех чуваков в течение там недели маячить, что новый подкаст и веб-дизайн. Они получат уведомления о стриме там через секунду сразу же, им сразу надо будет прийти. То есть они не смогут даже салфетки купить перед этим. Им придется им пользоваться теми, которые у них уже заготовлены для других дел. Прошла вуза. Да, да, да. Поэтому, ну посмотрим. Я просто как бы это говорю голосом, анонсирую, что возможно, если вообще ничего не произойдет. Жопой, ты говоришь сейчас честно? Оказывается, голос. Вот посмотрим на результат. Тем смешнее будет прокомментировать это уже в следующем выпуске, в 182-м, потому что... Так классно. И да, напоминаю вам, что мы выходим по пятницам для патронов по четвергам, поэтому увидимся уже в следующий четверг слэш пятницу, слэш мы всегда с вами, ищите нас в соцсетях, все ссылки в описании и увидимся потом. Пока. Йомасу.